Джон Робертс Принципиальная новизна авторской концепции в том, что из тьмы этих фактов и событий особо выделены ключевые, наиболее значимые, поворотные моменты истории человечества от самого его зарождения до настоящего времени. Именно такой взгляд на предмет исследования заставляет даже самого неискушенного читателя понять, как связаны прошлое, настоящее и будущее, и откуда взялся мир, в котором мы живем сегодня. Книга седьмая. Завершение европейской эпохи. В 1900 году европейцы могли оглянуться назад на два или с натяжкой три века поразительного всестороннего роста. Подавляющее их большинство готово было утверждать, что этот рост нес благо, то есть прогресс. Их история, начиная со средневековья, во многом выглядела как непрерывное приближение к однозначно стоящим усилий целям, подвергнутым сомнению очень немногими придирами. По всем критериям, будь то интеллектуальным и научным, либо материальным и экономическим, или даже моральным и эстетическим, как кое-кто говорил, Ведь настолько убедительным представлялось изложение истории прогресса, один только взгляд на собственное прошлое убеждал европейцев в том, что они выбрали прогрессивный курс. А это означало, что для всего мира выбран прогрессивный курс, так как европейскую цивилизацию теперь распространили по всей планете. Более того, впереди виделось просто беспредельное движение к совершенству. Европейцы в 1900 году демонстрировали практически такую же убежденность в дальнейшем успехе их культуры, какую китайская правящая верхушка источала в мощи своей культуры веком раньше, собственное прошлое подтверждало их правоту, как им самим казалось, Даже при практическом единодушии в обществе находились те, кто такой убежденности не разделял. Они предчувствовали, что имевшееся свидетельство можно было легко повернуть в подтверждение пессимистического умозаключения. При том, что пессимистов насчитывалось гораздо меньше, чем оптимистов, к ним принадлежали мужи, обладавшие признанным в обществе положением и мощным рассудком. Кое-кто из них утверждал, что цивилизации, в условиях которой они жили, еще предстояло в полной мере обнаружить свой самоубийственный потенциал и предупреждал о скором наступлении момента истины. Некоторые из них видели цивилизацию, все откровение, дрейфующую прочь от ее причалов в виде религии и абсолютных нравственных принципов, уносимую потоками практицизма и первобытной дикости в бездну, где ждет окончательная катастрофа. Как оказалось, полную правоту нельзя признать ни за оптимистами, ни за пессимистами, быть может потому, что глаза их оказались намертво прикованными к тому, что они считали особенностями европейской цивилизации, а также к местоположению ее в Европе. Они обращались к ее собственным неотъемлемым полномочиям, тенденциям или недостаткам, в надежде угадать будущее европейской цивилизации. Редкие из этих мыслителей обращали достойное внимание на способ, каким европейские идеи изменяли мир, в котором выстраивалось собственное господство Европы. Мало кто заглядывал дальше границ Европы за морями. У них отсутствовало ощущение того, как в девятнадцатом веке мир изменялся в результате глобальной экспансии торговли, империи и теоретической мысли. Нашлось несколько неуравновешенных фантазеров, попытавшихся пугать так называемой «желтой угрозой», якобы наползающей с востока, но речь при этом больше шла о некоем ощущении углубления перемен. При взгляде на двадцатый век, конечно же, возникает соблазн задним числом признать наличие у пессимистов самого выигрышного аргумента. Он даже может оказаться верным. Но суждение задним умом иногда оборачивается историку боком. В данном случае такой взгляд затрудняет понимание того, как европейские оптимисты смогли однажды почувствовать себя настолько уверенными в светлом будущем Европы. Но сделать попытку их понять все-таки стоит. С одной стороны, среди них встречались мужи проницательные, с другой стороны, оптимизм в двадцатом веке настолько долгое время служил препятствием на пути к решению конкретных проблем, что он заслуживает того, чтобы видеть в нем историческую силу как таковую. Причем кое-что из сказанного пессимистами тоже оказалось большим заблуждением. При всех ужасах бедствий двадцатого века они пришлись на общество, отличавшееся гораздо большей сопротивляемостью, чем те, которые в прежние времена поддавались унынию при меньших бедах. Причем дело не всегда касается народов, которых боялись больше сотни лет назад. В 1900 году оптимистам и пессимистам в равной степени пришлось иметь дело с исходными данными, позволяющими отнюдь не одно единственное толкование. Нет ничего предосудительного в том, что они столкнулись с большими трудностями в точном определении уготованной им судьбы. Назовем это просто трагедией их поколения. Располагая гораздо более полной информацией, мы сами расписались в собственной беспомощности, в предсказании событий на перспективу гораздо более короткую, поэтому не нам их судить. Глава первая. Деформация внутри самой системы. Одной из исторических тенденций, предельно очевидных с началом XX века, следует назвать продолжающийся рост народонаселения в европейском мире. В 1900 году в самой Европе насчитывалось около 400 миллионов жителей, четверть из них составляли русские народы, в Соединенных Штатах Америки около 76 миллионов человек и в британских заморских доминионах суммарно около 15 миллионов. Таким образом, доля представителей доминирующей цивилизации в мире оставалась на высоком уровне. С другой стороны, в первом десятилетии XX века уже наметилось замедление прироста населения в некоторых странах Европы. Наиболее наглядно новую тенденцию наблюдали в передовых странах, считавшихся стержнем Западной Европы, где прирост населения все больше определялся повышением показателей средней продолжительности жизни населения. Оттуда пошла практика сокращения семьи до минимума, получившая распространение в более или менее зажиточных слоях общества, традиционные противозачаточные средства, люди знали давно и пользоваться ими научились, но в XIX веке наиболее зажиточные слои населения получили предельно надежные средства предотвращения появления детей на свет. Когда эти способы обретут широкое признание, и вскоре стало очевидно, что они пришлись народу по вкусу, их отражение на структуре населения будет выглядеть ужасным. В Восточной и Средиземноморской Европе ничего подобного не наблюдалось. Стремительный прирост народонаселения там только-только начинал вызывать серьезные деформации, растущие возможности для избавления от избыточных людей с помощью переселения в другие страны, в XIX веке позволяли предотвращать такого рода деформации, но постоянно нависала угроза закрытия каналов для выезда за рубеж. Давая волю фантазии, можно выйти на еще более пессимистическое размышление, если представить, что произойдет, когда руководители соответствующих ведомств, сотрудники которых занимались продлением жизни населения в Европе, займутся этим делом в Азии и Африке. Мировой цивилизации, созданной в XIX веке, предотвратить такое развитие событий представлялось невозможным. В таком случае деятельность Европы в навязывании своей власти миру приведет к утрате демографического преимущества, недавно добавленного к ее техническому превосходству над остальными народами планеты. Худшее же заключалось в том, что когда-то всех пугавший мальтузианский тупик, потерянный из виду в силу экономического чуда XIX века, развеявшего страх перед перенаселенностью континента, мог в конечном счете превратиться в реальность. Существовала возможность вообще отмахнуться от тревожных предупреждений Мальтуса, потому что в XIX веке человечеству удалось совершить столь великий скачок создания общественных благ, какого в истории еще не наблюдалось никогда. Источники относительного материального изобилия лежат в индустриализации Европы, и в 1900-х годах приемы, обусловившие рост объема общественных благ, выглядели функциональными и надежными. Поддерживался не только обширный и ускоряющийся приток товаров, веком раньше доступный всего лишь в относительно крошечных количествах, но появились совершенно новые ассортименты товаров. В источнике энергии, наряду с углем, дровами, ветром и водой, прибавились нефть с электричеством, появилась химическая промышленность, существование которой никто не мог предвидеть еще в 1800 году, растущая власть и богатство использовались ради освоения на вид неистощимых природных ресурсов, одновременно и сельскохозяйственных, и минеральных, причем не только в Европе. Спрос на сырье в Европе потребовал изменения хозяйственной принадлежности остальных континентов. Потребности новой электротехнической промышленности вызвали мимолетный расцвет резиновой промышленности Бразилии, зато историю Малайзии и Индокитая они изменили навсегда. Повседневная жизнь миллионов простых людей тоже изменилась. Железные дороги, электрифицированные поезда, пароходы, легковые автомобили и велосипеды обеспечили людям новые возможности для покорения времени и пространства, с их помощью ускорилось перемещение с места на место, и ускорение наземного транспорта произошло впервые после того, как несколько тысяч лет назад домашних животных запрягли в повозке. Общий результат таких изменений состоял в том, что во многих странах растущее население без большого труда осуществляло еще более стремительное увеличение выпуска общественного блага. Между 1870 и 1900 годами, например, выплавка чугуна в чушках на территории Германии увеличилась в шесть раз, а численность ее населения выросла приблизительно на одну треть. С точки зрения потребления товаров или услуг, которым обеспечивался доступ, или более совершенного медицинского обслуживания, даже вся масса населения в развитых странах в 1900 году пользовалась большими благами, чем их предшественники за сто лет до того, но при этом необразованными оставались народы типа андалузских крестьян. Хотя оценку условий их жизни провести совсем нелегко, да и не ложится она в русло предыдущего утверждения, но как бы то ни было, предстоящий путь казался многообещающим даже для них, поскольку ключ к процветанию считался найденным, и все желающие могли им воспользоваться. Несмотря на столь ободряющую картину, сами собой все-таки напрашивались сомнения. Даже если проигнорировать все, что могло бы случиться в будущем, остается тревога по поводу того, во что обойдутся новые богатства, и напрашиваются сомнения относительно соблюдения социальной справедливости при их распределении. Подавляющее большинство народа прозябало в крайней нищете, будь то богатые страны или бедные. В богатых странах нищета теперь выглядела особенно неуместной по сравнению с прежними временами. Бедность казалась тем большим несчастьем, когда в обществе совершенно откровенно существовали силы для создания нового общественного блага. Здесь лежало начало революционного мышления в ожиданиях людей. Еще одно изменение в осмыслении людьми своих условий возникло в связи с их правом на получение средств к существованию. Ничего нового в том, что мужчины могли пребывать вообще без работы, не наблюдалось. Новым стало то, что внезапно могла наступить ситуация, при которой функционирование слепых сил хозяйственного подъема и спада приводило к тому, что миллионы мужчин оставались без работы и массы непрекаянных трудяг сосредоточивались в крупных городах. Так появилось новое явление, для обозначения которого потребовалось новое слово «безработица». Кое-кто из экономистов назвал безработицу неизбежной спутницей капитализма, но все-таки не во всех пороках промышленного общества наблюдатели обвинили тогдашние города. К 1900 году большинство жителей Западной Европы перебралось в города. К 1914 году насчитывалось больше 140 городов с численностью населения больше ста тысяч жителей. В некоторых из них миллионы людей существовали в стесненных обстоятельствах и в ужасных бытовых условиях, когда не хватало школ и свежего воздуха, не говоря уже о развлечениях, кроме как на улице. Причем эти же люди создавали общественное благо для всех. В том же девятнадцатом столетии появилось еще одно название, относящееся к условиям жизни, трущобы. Два сходящихся вывода часто напрашивались в результате анализа их существования. Один из них вызывал страх. Многие здравомыслящие государственные деятели в конце девятнадцатого века все еще не доверяли городам как центрам революционной угрозы, преступности и порочности. Второй вывод внушал надежду. Условия городов служили основанием для гарантии того, что революция против несправедливости социально-экономического порядка казалась неизбежной. Авторы обоих этих выводов не брали в расчет накапливавшиеся опытным путем свидетельства того, что революция в Западной Европе представлялась событием все меньше вероятным. Страх перед революцией питался к тому же беспорядком, даже когда его природу толковали неверно и преувеличенно остро. В России, как стране, однозначно причисляемой к Европе, когда дело касалось сравнения с остальным миром, не получилось существенно продвинуться по пути экономического и социального прогресса. Реформа застряла в самом ее начале, и на ее территории продолжалось революционное брожение. Оно вылилось в примитивный террор, жертвой которого стал даже один из царей, а способствовали ему продолжающиеся и спонтанные волнения насилия. Максимальное количество нападений крестьян на помещиков и управляющих их поместями пришлось на первые годы 20 века. После поражения в войне от рук японцев и утраты режимом доверия к нему в России тут же вспыхивает революция 1905 года. Россию можно было отнести, да и смело относили, к особым случаям. Но в Италии тоже заметили нечто похожее на революцию в 1898 году и снова в 1914 году, в то время как в одном из крупнейших городов Испании, в Барселоне, в 1909 году вспыхнули кровавые уличные схватки, забастовки и демонстрации могли принимать насильственный оборот в промышленно развитых странах, не имевших революционных традиций, как наглядно показали события в Соединенных Штатах 1890-х годов. Даже в Великобритании в ходе уличных столкновений гибли мирные люди. Так выглядела своего рода информационная среда, которая в сочетании со спорадическими действиями анархистов нервировала сотрудников полиции и почтенных граждан. Анархисты особенно преуспели в том, чтобы усиленно воздействовать на воображение общественности. Их террористические вылазки и политические убийства на протяжении 1890-х годов получили широкий общественный отклик. Важность таких действий превращалась в успех или провал благодаря работникам периодической печати, определявшим общественную значимость каждого подрыва фугаса и удара кинжала. Используя общие методы, не все анархисты преследовали одни и те же цели, но они все-таки оставались детьми своей эпохи. Выступили против государства не только в его управленческих аспектах, но восставали против общества, которое считали несправедливым. Они помогли поддержать старый страх обывателей перед революцией, хотя, вероятно, в меньшей степени по сравнению с риторикой их извечных соперников – марксистов. К 1900 году социализм практически повсеместно означал марксизм. Заметная альтернативная традиция существовала только в Англии, где рост многочисленного профсоюзного движения в самом начале и возможности работы через основанные политические партии склоняли к радикализму без революционного задора. Примат марксизма среди континентальных социалистов наоборот получил формальное выражение в 1896 году, когда активисты международного движения рабочего класса под названием «Второй интернационал», образованного за семь лет до этого ради согласования действий социалистов во всех странах изгнали из своих рядов анархистов, до тех пор принадлежавших к их движению. Четыре года спустя в Брюсселе открылось постоянное представительство интернационала. В этом движении ведущая роль принадлежала немецкой социал-демократической партии НСДП, отличавшейся мощью своих рядов, богатством и теоретическим вкладом ее мыслителей. Эта партия благополучно существовала, невзирая на все преследования со стороны полиции. Благоприятные для нее условия возникли из-за стремительной индустриализации Германии и к 1900 году она уже считалась состоявшимся фактом немецкой политики, превратилась в первую действительно массовую организацию народа. Уже по числу и богатству данной партии можно было строить предположение относительно роли марксизма, лежащего в основе официальной идеологии НСДП в мировом социалистическом движении. Но не стоит забывать о собственной интеллектуальной и эмоциональной привлекательности учения Карла Маркса. Она прежде всего заключалась в заверении своих последователей в том, что мир уже движется по пути, на который рассчитывали сами социалисты, а эмоциональное удовлетворение он давал за счет вовлечения масс в классовую борьбу, завершение которой марксисты обещали в насильственной революции. Хотя такого рода мифология служила подтверждением опасений по поводу надежности установленного порядка, кое-кто из образованных марксистов заметил, что после 1880 года или около того, жизненные реалии совсем неоднозначно можно было привести в ее поддержку. Так произошло, что огромное множество народа получило возможности для более высокого уровня жизни уже внутри капиталистической системы. Само создание той системы во все ее сложности добавляло остроты в классовое противоречие точно так, как предсказал Карл Маркс. Более того, капиталистические политические учреждения удалось приспособить под обслуживание рабочего класса с его нуждами. Важность такого достижения оценивается весьма высоко. В Германии прежде всего, а также и в Англии социалисты получили важные преимущества, так как у них появились возможности использовать в своих интересах трибуну парламента. В качестве оружия применялось голосование, и они постоянно к нему прибегали в ожидании своей революции. В сложившихся условиях группа социалистов попыталась переписать официальный марксизм таким манером, чтобы учесть в нем новые тенденции. Их назвали ревизионистами, и они выступили апологетами мирного продвижения к преобразованию общества на социалистических принципах. Если народу нравилось называть преобразованием такой подход, когда его время приходит вместе с революцией, тогда речь заходит только лишь о применении подходящего ему названия. Внутри чисто теоретического предпочтения и среди участникам конфликта, вызванного им, просматривается практический вопрос, потребовавший незамедлительного ответа в конце девятнадцатого века, должны ли социалисты занять кресло министров в капиталистических правительствах или не должны. Возникшие по этому поводу дебаты не затихали на протяжении нескольких лет. В конечном счете появилось единодушное осуждение ревизионизма делегатами съезда второго интернационала, в то время как национальные партии, особенно немцы, продолжали дело ревизионистов на практике, заключая сделки с представителями существующей системы, когда это было им выгодно. Не забывали они и с прежним пылом говорить о революции. Многие социалисты даже надеялись на реальность того, что солдаты, служащие в армии по призыву, могут отказаться воевать, если правительство попытается отправить их на войну. Активисты одной социалистической группы, представлявшей большинство в русской партии, продолжали энергично осуждать ревизионизм и призывать к насилию. В этом нашла отражение особенность их положения, при котором на парламентскую политику рассчитывать не приходилось, зато сложилась глубокая традиция революции и террора. Эту группу красноречиво назвали большевиками, и нам еще предстоит поговорить о них. Социалисты утверждали, что выступают от имени народных масс. Так это было, или совсем наоборот, не знаем, но к 1900 году многих консерваторов встревожило то, что передовые позиции, занятые носителями либерализма и демократии в 19 веке, могут оказаться неприступными, а потеснить их можно будет одной только силой. Кое-кто из них все еще пребывал в вымышленном мире, скорее похожем на реальный мир до XIX века, а не в столетие предшествовавшего веку XX. Практически во всей Восточной Европе патриархальное отношение и традиционная власть землевладельца в его поместье все еще оставались нетронутыми. Внутри подобных стран могли появляться аристократы-консерваторы, в душе противившиеся не одним только поползновением на их материальные привилегии, но всем ценностям и заявкам того, что называлось рыночным обществом. Но эта грань становилась все более размытой и консервативное мышление по большому счету начало откатываться к защите капитала. А ведь такую позицию во многих странах 50 лет назад считали радикально либеральной потому, что от нее несло индивидуализмом, капиталистическая, промышленная и консервативная Европа все энергичнее возражала против вмешательства государства в ее благосостояние. Это вмешательство постоянно нарастало по мере навязывания государству активной роли в регулировании общества. По этой проблеме в Англии возник политический тупик, выход от которого нашли в 1911 году в революционном преобразовании того, что оставалось от Конституции 1688 года. Пришлось сократить полномочия Палаты Лордов по контролю над Выборной Палатой Общин. На заднем плане теснились многочисленные проблемы. Среди них упомянем повышение ставки налогообложения богатых для финансирования системы социального обеспечения. Даже власти Франции к 1914 году признали принцип подоходного налога рациональным. Такими изменениями фиксировалась логика демократизации политики в передовых обществах. К 1914 году всеобщее избирательное право для мужчин зрелого возраста существовало во Франции, Германии и нескольких европейских странах поменьше. В Великобритании и Италии электораты выглядели достаточно многочисленными, чтобы приблизиться к вышеупомянутому критерию. Тут возникает еще один коварный вопрос. Если бы мужчины получили право голоса в национальной политике, достойны ли его женщины, эта тема уже вызывала большой шум в английской политике. Но к 1914 году выбирать депутатов парламента в Европе женщинам доверили только в Финляндии и Норвегии. Зато далеко от Европы правом голоса женщины пользовались уже в Новой Зеландии, в двух австралийских штатах и некоторых штатах США. Данный вопрос оставался открытым во многих странах на протяжении еще тридцати лет. Политические права представлялись одним из аспектов большего вопроса о правах женщин в обществе, общее пристрастие которого, как и при любой другой великой цивилизации, предшествовавшей ему, склонялись в сторону интересов и ценностей мужчин. Только вот обсуждение роли женщин в обществе в Европе началось в восемнадцатом веке, то есть незадолго до того, как в структуре предположений, издавна предохранявших целостность традиционного общества, появилась трещина. Право женщин на получение образования, оплачиваемой работы, на распоряжение собственным имуществом, на нравственную независимость, даже на ношение более удобной одежды, в девятнадцатом веке подверглась усиленному обсуждению. Пьесу Генрика Ипсона «Кукольный дом» толковали как громогласный призыв к освобождению женщин, тогда как сам автор подразумевал обращение к личности. Предложение о публичном обсуждении таких проблем подразумевало настоящую революцию, претензии женщин в Европе и Северной Америке на собственные права угрожали понятиям и отношениям, сложившимся и утвердившимися в обществе не просто веками, а целое тысячелетие назад. Они пробудили сложные эмоции, поскольку их связывали с глубоко укоренившимися понятиями семьи и чувственности. Они обеспокоили часть народа, в равной степени мужчин и женщин, гораздо глубже, чем угроза социальной революции или политической демократии. Народ совершенно справедливо рассматривал данный вопрос с такого ракурса. В европейском феминистском движении на заре его становления было посеяно семя явления взрывной потенциал которого только возрастет с передачей его в скором времени носителям другой культуры и цивилизации, случившейся в рамках атаки планеты носителями европейских ценностей. Политизация женщин и политические нападки на правовые и ведомственные структуры, которые они считали тираническими, могли дать женщинам меньше, чем дали некоторые другие изменения. Три из них вызревали медленно, но в конечном счете сыграли гигантскую роль в разрушении традиции. Первым изменением назовем рост передовой капиталистической экономики. К 1914 году это уже означало массовое появление новых рабочих мест в некоторых странах для женщин. Их брали на работу в качестве машинисток, секретарей, операторов телефонных станций, фабричных рабочих, сотрудников универмагов и учителей. Практически ни одной из этих профессий сто лет назад не существовало, а теперь они повлекли за собой практический сдвиг в благосостоянии женщин. Они стали самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, тем самым оказались в начале пути, на котором предстоит преобразование структуры европейской семьи. В скором времени потребности войны в индустриальных обществах ускорят это движение, так как спрос на рабочие руки откроет для женщин еще более широкий диапазон профессиональной занятости, между тем для все большего числа девочек даже к 1900 году работа на промышленном предприятии или в коммерции сразу же означала шанс освобождения от родительской опеки и капкана семейного рабства. Большинству женщин такого счастья к 1914 году еще не перепало, но процесс ускорения шел потому, что произошедшие изменения стимулировали изменения новые. Например, требовалось расширение системы образования и профессионального обучения. Вторая великая сила преобразования к 1914 году находилась еще дальше от проявления своего полного потенциала с точки зрения изменения жизни женщин. Речь идет о применении противозачаточных средств контрацепции. Эта контрацепция уже самым пагубным образом сказалась на европейской демографии. Впереди ждала революция во власти и статусе, так как все больше женщин поддавались искушению забросить вынашивание детей и их выращивание, что на протяжении всей истории человечества составляло смысл женской доли. За этим последовало более глубокое изменение в женской психике, только что начавшее проявляться в 1914 году, поскольку женщины дошли до того, что занялись удовлетворением собственной похоти без обязательного заключения обременительного пожизненного брака. Третья великой силе неощутимо, но неотвратимо толкающая женщин к освобождению от старинных приемов и предположений, название придумать гораздо сложнее, но если бы она обладала управляющим принципом, то им бы служила технология. Она представляла собой процесс, составленный из огромного количества новаторских решений, причем некоторые из них уже медленно накапливались в течение многих десятилетий до 1900 года, и все они просачивались в железное расписание домашней рутины и тяжких забот, пусть даже в самом начале совсем слабо. Среди первых примеров приведем внедрение водопровода или газа для нагревания и освещения. Электричеству предстояло чуть позже явить свету еще более очевидное преимущество. Передовой край крупных перемен в розничном распределении товара занимали усовершенствованные магазины, в которых далекие от богатства люди не только могли получить понятие о роскоши, но также найти устройства, позволяющие удовлетворить бытовые потребности. Привозное из-за границы продовольствие с его усовершенствованной переработкой и заготовкой медленно меняло привычки в семейной организации питания, сохранившейся кое-где в Индии или Африке, когда-то основанной на посещении базара один или два раза в день. Мир моющих средств и легко очищающихся искусственных волокон в 1900 году все еще ждал в будущем, зато приобрести мыло и хозяйственную соду стало намного легче и дешевле, чем на сто лет раньше. А в это время первое бытовое оборудование типа газовых плит, пылесосов, стиральных машин стало появляться сначала в домах богачей в начале двадцатого века. Историки, готовые признать важность внедрения бугельного или токарного станка в прежние времена, тем самым странным образом пренебрегали совокупной силой таких скромных предметов потребления и инструментов, как перечисленные выше. Понятнее представляется то, что последствия их широкого распространения заинтересовали меньше народу в начале двадцатого века, чем выходки суфражисток. Так в Англии называли женщин, требовавших права голоса посредством прямого протеста. Непосредственным стимулом для их деятельности послужила откровенная либерализация и демократизация политических учреждений в случае с мужчинами. На таком фоне замысливалась их популярная среди историков кампания. По логике вещей получалось так, что существовали основания для установления демократии через границы половой принадлежности, даже если количество избирателей при этом увеличивалось в два раза. Но формальными и юридическими структурами политики дело совсем не ограничивалось с точки зрения тенденции к повышению качества так называемой массы. Эти массы требовалось еще организовать. К 1900 году появляется современная политическая партия, казалось бы, способная удовлетворить такие потребности. Ее отличали упрощение подхода к проблемам ради представления их в виде четких выборов, собственный аппарат для распространения политических знаний и культивирования особых интересов. Из Европы и Соединенных Штатов партии распространились по всему миру. Старомодные политики осуждали новую модель партии и практически всегда делали это предельно откровенно, потому что она служила очередным признаком прихода массового общества, общественных дебатов и потребности в приспособлении политики традиционной правящей верхушки к жизни человека с улицы. Внимание на общественное мнение в Англии начали обращать в начале девятнадцатого века. Ему придавали решающую роль в борьбе по поводу так называемых хлебных законов. К 1870 году французский император чувствовал себя не в силах сопротивляться массовому ропоту из-за войны, которую он боялся, и которую должен был проиграть. Бисмарк, считавшийся эталоном государственного деятеля консервативного толка, понял по прошествии очень непродолжительного времени, что ему следует уступить общественному мнению и содействовать реализации колониальных интересов Германии. К тому же показалась возможной манипуляция общественным мнением. В нее верят по крайней мере многие владельцы газет и государственные деятели. Сокращение неграмотности проявило две стороны. Кто-то считал, что капиталовложения в массовое просвещение представляются необходимыми с точки зрения воспитания масс в духе надлежащего распоряжения своим правом голоса. Следствием повышения образовательного уровня населения, однако, стало появление рынка новой второсортной прессы, работники которой, как правило, потворствовали эмоциональным проявлениям читателей и сенсационности, а служили в основном торговцам и организаторам рекламных компаний, считающихся еще одним изобретением девятнадцатого века. Политическим принципом, несомненно, все еще сохранявшим большую привлекательность для народных масс оставался национализм. Более того, в нем держался присущий ему революционный потенциал. Доказательства этого встречались в самых разных местах. В Тюркской Европе, начиная с Крымской войны и дальше, успехи всевозможных националистов в борьбе с османским гнетом из-за создания новых стран говорят об их неослабной воле к окончательной победе. К 1870 году с полным на то основанием провозгласили независимые Сербию, Грецию и Румынию. Ближе к концу девятнадцатого века к ним присоединили Болгарию и Черногорию. В 1913 году в ходе последних войн стран Балканского полуострова против Турции, прежде чем турецкий вопрос растворился в европейском конфликте, появляется Албания и получившим автономию Критом к тому времени уже правил греческий губернатор. Активисты этих националистических движений несколько раз втягивали в свои дела великие государства и всегда при этом создавали потенциальную угрозу миру. Совсем иначе дело обстояло внутри царской империи, где якобы ущемленными со стороны остальных русских народов считали себя поляки, евреи, малороссы и литовцы. Война, тем не менее, казалась наиболее вероятным результатом деформации в Австро-Венгерской империи, где национализм представлял нешуточную революционную опасность на землях в пределах венгерской половины монархии. Славянское большинство там обращало свои взоры через границу на Сербию, от которой они ждали помощи в борьбе с мадьярскими угнетателями. Повсеместно в этой империи, например, в Агемии и Словакии, страсти накалились не так сильно, но национальный вопрос стоял очень остро. В Великобритании прежде подобных опасностей не встречалось, но даже там возникла проблема разгула национализма в Ирландии. На самом деле их там просматривалось две. Проблема католических ирландцев на протяжении практически всего девятнадцатого века выглядела несколько нагляднее. Власти предложили важные реформы и уступки, однако автономии по требованию Гомруля, движения за самоуправление Ирландии, которому посвятили свою политику активисты британской либеральной партии, никто предоставлять не собирался. К 1900 году, однако, через аграрную реформу и совершенствование экономических условий, остроту ирландского вопроса удалось во многом ликвидировать, хотя она появилась опять в виде нового ирландского национализма. Носителем его стало протестантское большинство исторической провинции Ольстер, которая разволновалась до угрозы революции. Если правительство в Лондоне предоставит автономию римско-католическим ирландским националистам, все это выглядело делом весьма деликатным. Когда аппарат английской демократии наконец-то в 1914 году выдал законодательство по поводу Гомруля, некоторые иностранные наблюдатели впали в заблуждение, посчитав, что британские политики навсегда лишатся возможности для вмешательства в европейские дела из-за революции на родине. Все те, кто поддерживал такого рода проявления национализма, с большим или меньшим на то основанием верили в то, что они выступают от имени угнетаемой части народа. Но национализм великих держав обладал к тому же подрывным потенциалом. Между народами Франции и Германии прошел глубокий психологический раскол из-за передачи в 1871 году состав Германии двух областей Эльзаса и Лотарингии французские политики кому это полагалось в соответствии с официальными взглядами долго и усердно вынашивали замысел реванша. Национализм во Франции придавал особую остроту политическим спорам так как в ходе этих споров якобы поднимались вопросы преданности великим национальным святыням. Даже считавшиеся трезвыми люди британцы время от времени разражались страстями вокруг своих эмоциональных символов. Наблюдался краткий но глубокий всплеск энтузиазма по поводу империализма и всегда весьма деликатной темы сохранения британского военного превосходства на море. Все больше этому превосходству угрожала Германия, а ведь эта держава отличавшаяся наглядным экономическим динамизмом внушала тревогу из-за той угрозы, которую представляло британскому владычеству в мировой торговле. Никого не интересовало, что эти две страны превратились в главных потребителей товаров друг друга, куда важнее считалось то, что на многих направлениях у них явно расходились интересы. Дополнительный колорит франко-немецкому противостоянию придала откровенность немецкого национализма во времена правления третьего прусского императора по имени Вильгельм Второй. Прекрасно знавший потенциал Германии, он стремился обеспечить ему не только реальное, но и символическое воплощение. Отсюда проистекает его энтузиазм в строительстве мощнейшего военно-морского флота. Этот флот особенно раздражал британцев, которые видели объектом его применения исключительно свою страну. Но в Европе в целом укреплялось впечатление, причем вполне оправданное, что немцы намереваются вмешаться в международные отношения активнее, чем полагалось приличным. Национальные стереотипы не поддаются формулированию в одной единственной фразе, но, поскольку с их помощью облегчалось предельное упрощение публичных реакций в начале двадцатого века, эти стереотипы причисляли к подрывному потенциалу националистических чувств. Уверенные в своей правоте мужи могли указать на спад насилия в межгосударственных отношениях девятнадцатого века. Между европейскими великими державами отсутствовали войны с 1876 года, когда Россия и Турция дошли до применения друг против друга силы. Стоит отметить, к несчастью, что европейские военные и государственные деятели не удосужились придать должного внимания предзнаменованием американской гражданской войны, а ведь во время этой войны впервые один командующий смог управлять миллионом человек личного состава благодаря применению железной дороги и телеграфа. К тому же США впервые продемонстрировали роль современного серийного выпуска оружия в причинении огромных потерь противнику. Проглядев все такие важные факты, европейцы в 1899 и 1907 годах устраивали съезды с намерением остановить гонку вооружений. Эти мероприятия вселяли большие надежды, но их не оправдали. Конечно же, согласие с практикой международного арбитража укреплялось и определенные ограничения на прежнюю жестокость войны бросались в глаза. Замечательную фразу произнес прусский император, когда провожал свой воинский контингент в составе интернациональных сил, отправленных на подавление так называемого боксерского восстания в Китай. С бешенной сообщением о жестоком обращении китайцев с европейцами, Вильгельм призвал своих солдат уподобиться гуннам. Эта его фраза врезалась в память народа. При том, что она считалась чересчур эмоциональной даже в то время, интерес к ней заключается в том, что император мог полагать, будто народ нуждался именно в таком его высочайшем повелении в 17 веке. Совсем не требовалось призывать солдат вести себя как гунны, потому что подобное поведение и так считалось нормой для того периода истории. К 1900 году европейские войска должны были вести себя совсем иначе, поэтому им требовался особый на то инструктаж. Гуманизация войны к тому времени уже шла полным ходом. Концепция так называемой цивилизованной войны появилась в 19 веке и особого противоречия в двух этих словах европейцы не видели. В 1899 году заключили соглашение о запрете, пусть даже на короткое время, применение боевых отравляющих веществ, пуль дум-дум и авиационных бомб. Ограничение, налагавшееся на европейских правителей осознанием любой связи, кроме той, что относилось к общему сопротивлению революции, конечно же, давно никто не соблюдал. Позабыв вместе с идеей христианского мира, религия в международных отношениях 19 века признавалась в лучшем случае за палеотив или демпфер конфликта, незначительной и косвенной силой, укреплявшей человеколюбие и пацифизм, питаемые из других источников, христианство доказало свою беспомощность перед насилием, точно так же, как надежда социалистов на то, что рабочие всего мира откажутся стрелять друг в друга ради интересов своих господ. Является ли это результатом общей потери авторитета организованными церквями? Неясно. Понятно, что большие опасения возникли к 1900 году из-за ослабления их влияния на достойное поведение паствы. Дело даже не в том, что новая религия традиционной формы вылезла противопоставлением старым христианским церквям. Скорее наблюдалось дальнейшее развитие тенденций, замеченных в XVIII веке и гораздо выпуклее проявившихся после французской революции. Почти все христианские общины все больше затрагивались упадком в той или иной сфере интеллектуального и социального прогресса соответствующей эпохи. Не могли церковники воспользоваться последними изобретениями, например, популярными газетами, появившимися в конце XIX века, которые могли бы вполне послужить делу укрепления веры в Бога. На самом деле, кто-то из них, прежде всего деятели римско-католической церкви, откровенно не доверяли бесовским нововведениям. Хотя все они чувствовали встречный поток, католическая церковь предназначалась самой очевидной жертвой, ведь особый урон с точки зрения престижа и полноты власти понесло папство. Католики открыто объявили о своей враждебности прогрессу, рациональности и либерализму, сформулированной в заявлениях, превратившихся в очередные догматы их церкви. В политической сфере в Риме начали осознавать истощение своей и светской власти в 1790-х годах, когда французские армии принесли революционные принципы и территориальные изменения Италии, а также вторглись в папскую область, подчас допускавшаяся позже поползновение на права папства приходилось оправдывать ссылками на господствующие идеи эпохи демократию, либерализм, национализм. Наконец, в 1870-м году последнюю территорию прежней папской области, все еще находившуюся за пределами самого Ватикана, присоединили к новому королевству Италия, и папство остался практически только духовный и церковный авторитет. Так наступил конец эпохи светской власти, восходящей к временам мэровингов, и кое-кто считал его бесславным для учреждения, издавна считавшегося гнездом европейской цивилизации и истории. Как окажется, судьбе папства можно было еще позавидовать. Тем не менее, мародеры в то время подтвердили одновременно враждебность движущим силам того века, которую папство уже выразило, и о смеянии, в состоянии которого оно находилось в глазах многих прогрессивных мыслителей. Эмоции с обеих сторон поползли вверх, когда в 1870 году к церковной догме причислили положение о том, что все сказанное Папой Римским с епископской кафедры о вере и нравах следует воспринимать непогрешимой истиной. После этого наступила парочка десятилетий, на протяжении которых борьба церковью и ее травля в политике Германии, Франции, Италии, Испании развернулись разнузданно как никогда. Национальное чувство удалось повернуть против церкви в подавляющем большинстве римско-католических стран, кроме Польши. Правительства воспользовались в своих интересах враждебным предубеждением к папству, чтобы укрепить свои собственные правомочия в отношении церкви, но они к тому же все больше проникали в сферы, где раньше главная роль принадлежала церкви, прежде всего в начальном и среднем образовании. Гонения породили непримиримость гонимых. В столкновении выяснилось, что независимо от сути представления, взятого за абстрактный статус учения римской церкви, оно все равно могло привлечь массовую поддержку верующих. Более того, их все еще мобилизовали через обращение в веру для миссии в заморских странах, а в скором времени их будет еще больше в силу демографических тенденций, при том, что организованная религия не могла бы достичь большого прогресса среди новых городских жителей Европы, нетронутых устаревшей церковной механикой и приобщившихся к язычеству в тягучей среде светской культуры, в которую их погрузили. Эти жители, как политическая общественная сила, чувствовали себя весьма комфортно, отнюдь не мертвыми душами. Действительно, освобождение папства от его светской роли облегчило католикам ощущение однозначной ему лояльности. Римско-католическая церковь считается одной из самых требовательных к своей пастве христианских конфессий, и она всегда находилась на переднем крае битвы религии с текущей эпохой. Но претензии на откровения со священнослужителем и авторитет священника повсеместно подвергались сомнению. Так воспринимается одна из самых поразительных особенностей девятнадцатого века, тем более, что многие европейцы и американцы все еще сохранили в душе примитивное и буквальное верование в догмы их церквей и повести, приведенные в Библии. Их охватывало большое беспокойство, когда кто-то посягал на их верование, только случались эти поползновения все чаще и во всех странах без исключения. Традиционная вера сначала откровенно подвергалась угрозе только лишь среди интеллектуальной верхушки, которая часто сознательно придерживалась идей позаимствованных из родников просвещения. Вольтерьянский служил любимым прилагательным девятнадцатого века для обозначения богобоческих и скептических взглядов. Век продолжался, и такие идеи получили подкрепление двумя интеллектуальными течениями, с самого начала встревожившими правящую верхушку и все более широко распространялись в эпоху нарастания массовой грамотности и дешевой периодики. Новый интеллектуальный вызов последовал со стороны ученых-специалистов по Библии, самым влиятельным из которых считался один немец, который с 1840-х годов и позднее не только развенчал многие предположения относительно ценности Библии как исторического свидетельства, но также, что возможно намного существеннее, произвел нечто вроде психологического изменения в общем отношении к тексту Священного Писания. По существу, такое изменение позволило впредь рассматривать Библию, как любой другой исторический текст, к которому позволялось критическое отношение, пользовавшаяся оглушающей популярностью и вызвавшая большой скандал «Повесть «Жизнь Иисуса», изданная в 1863 году французским ученым Эрнестом Ренаном, как раз содержало такое отношение, с которым познакомилась более широкая общественность, чем когда-либо прежде. Эта книга, ставшая была главным печатным произведением европейской цивилизации с самого его появления в Средневековье, никогда больше не пользовалась прежней популярностью. Вторым источником идей, губительных для традиционной христианской веры, и тем самым для морали, политики и экономики, издавна привязанных к христианским допущениям, назовем «Естество знания». Нападки поборников просвещения на внутреннее и логическое несоответствие в учении церкви стали намного более тревожными, когда ученые начали приводить эмпирические доказательства того, что упомянутые в Библии события, и поэтому основанные на том же авторитете, что и все остальное в ней, просто не совпадают с очевидными фактами жизни. Отправной точкой служила геология. Идеи, получившие хождение с конца XVIII века, в 1830 годах, стали достоянием широкой публики после издания «Основных начал геологии» шотландского ученого Чарльза Лайеля. В данной книге дается объяснение ландшафта и геологической структуры с точки зрения все еще неугомонившихся сил, то есть все на земле появилось не в результате единовременного акта созидания, а вследствие действий ветра, дождя и подобных природных сил. Кроме того, Лайель обратил внимание на то, что присутствие окаменелостей различных форм жизни в различных геологических слоях позволяет сделать следующий вывод. Сотворение новых животных повторялось в каждой геологической эпохе. Опять же, если это так, то библейское повествование трудно воспринимать в качестве истины. Было бы некоторым упрощением, зато лишенным серьезного искажения, сказать, что эти вопросы попали в центр внимания из-за попытки нового к ним подхода со стороны биологии, когда английский ученый по имени Чарльз Дарвин в 1859 году издал одну из основополагающих книг современной цивилизации, названной для краткости «Происхождение видов». Многим в ее содержании он обязан другим авторам. Ее выход в свет пришелся на момент и на страну, где она, скорее всего, должна была вызвать бурную реакцию. Общественность в некотором смысле была готова к такому произведению. Проблема справедливости традиционного господства религии, например, в образовании, витала в воздухе. Слово эволюция к тому времени все уже знали, хотя Дарвин старался избегать его использования, и это слово появилось только лишь в пятом выпуске его труда, напечатанном спустя десять лет после первого. При всем том, его книга послужила величайшим своеобразным утверждением эволюционной гипотезы, а именно, что живые существа подверглись долгой эволюции от простейших форм. Эволюция, конечно же, коснулась человека, что Дарвин проследил в еще одной книге «Происхождение человека», вышедшей в 1871 году. Различные взгляды предлагались по поводу того, как эта самая эволюция происходила. Дарвин, находившийся под впечатлением теории Мальтуса о смертельной схватке человечества за пропитание, взял на вооружение такое представление, что качества, обеспечивавшие успех в очевидно враждебных окружениях, способствовали естественному отбору созданий, в которых эти качества воплощались. Такое воззрение потомки опошлят и внесут ужасное искажение через использование к месту и не к месту словосочетания выживает сильнейший. Но при всей важности многочисленных аспектов его труда для воодушевления новой мысли в ней все-таки следует обратить внимание на то, что Чарльз Дарвин наносил удар по библейскому варианту сотворения мира, а также по предположению об уникальном статусе людей, пользовавшемуся гораздо более широким признанием, чем все остальные, в сочетании с библейской критикой и идеологией, его книга лишила любого добросовестного и вдумчивого человека возможности принимать, как это было еще возможно в 1800 году, Библию как буквальную истину. Подкоп под авторитет священного писания остается самым очевидным способом, которым ученые подрывали веру в безусловные истины. Таким же, если не более важным, представляется новый, пока не явный, но укрепляющийся престиж, который наука приобретала у самых широких за все времена масс населения. Престиж науки появился из-за ее нового статуса, как главного инструмента покорения природы, вроде бы постепенно утрачивавшей способность к сопротивлению человеку. Так зарождалось явление, которому предстояло превратиться в инструмент мифологизации науки. Суть его заключалась в том, что великие достижения науки 17 века очень редко служили изменению жизни обычных мужчин и женщин к лучшему, зато в 19 веке жизнь людей становилась лучше именно благодаря все расширяющемуся внедрению в ее научно-технических открытий. Люди, ни слова не понимавшие в трудах, написанных Иосифом Листером, который обнаружил роль и открыл метод применения стерилизации в хирургии, или Майклом Фарадеем, больше всех на планете, сделавшим для разработки техники выработки электричества, знали, тем не менее, что медицина 1900 года отличалась от медицины их дедушек и часто видели вокруг себя электрические приборы, к 1914 году появились средства передачи и приема радиосообщений через Атлантику, широкое распространение получили аэропланы вместо воздушных шаров, во всех аптеках появился аспирин, а один американский промышленник продавал свой первый дешевый серийный автомобиль. Растущая мощь и масштаб развития науки перечисленными фактами далеко не ограничиваются, но вещественный прогресс подобного рода производил на обывателя глубочайшее впечатление и он начинал поклоняться совсем новой святыне. И главными были технические новинки, потому что в течение долгого времени они служили практически единственным способом, посредством которого наука оказало положительное влияние на жизнь подавляющего большинства народа. Уважение к ней поэтому росло пропорционально наглядным результатам разработки или изготовлении товаров и даже сейчас, хотя наука оказывает свое влияние совсем иными способами, мы можем следить за ее достижениями по эволюции производственных процессов. Но с учетом глубокого переплетения в данном плане с доминирующей мировой цивилизацией и настолько плотного внедрения в общество эволюция европейской науки означало намного больше, чем просто укрепление мощи только одной расы. На протяжении нескольких лет, вплоть до 1914 года, удалось заложить фундамент для вывода, который станет очевидным во второй половине XX века, то есть то, что наука представляет собой одновременно еще и главную движущую силу доминирующей мировой культуры. Наука уже касалась всех сторон человеческой жизни, в то время как люди все еще пытались осознать хотя бы некоторые ее самые элементарные философские последствия. Простейшим проявлением таких перемен в качестве отправной точки называют то, что определяет статус науки как общественного и материального явления. С момента, когда в 17 веке удалось добиться первых великих достижений физики, наука уже представляла собой общественное явление. Потом открыли соответствующее ведомство. Их сотрудники объединили свои усилия ради изучения природы способами, которые позже можно было признать в качестве научных. Ученых мужей уже тогда нанимали правители, чтобы воспользоваться их знаниями и опытом для решения конкретных проблем. К тому же замечено, что в прикладных искусствах, а эту сферу чаще называли искусством, чем наукой, таких как навигация или сельское хозяйство, эксперименты тех, кто сам не относится к числу профессиональных технических специалистов, также могли принести ценный вклад. Но по терминологии того времени ученых все еще называли натурфилософами, естествоиспытателями. Слово «ученый» изобрели по прошествии приблизительно одной трети девятнадцатого столетия, когда общество почувствовало созревшую потребность в отделении строгого экспериментального исследования природы от спекуляций по ее поводу без оговоренной заранее причины. Даже после этого, тем не менее, в представлении подавляющего большинства людей практически не существовало разницы между человеком, который провел такое исследование, и человеком, занимающимся прикладной наукой или техником, выглядевшим намного более заметным представителем науки в эпоху конструкторских разработок горной добычи и товарного производства на невиданном до того уровне. В девятнадцатом веке, однако, впервые ученые-мужи считали науку само собой разумеющейся сферой изучения, исследователи которой располагали профессиональным положением. Новый статус науки обозначили намного более значительным местом, отведенным ей в сфере просвещения, одновременно через образование новых в существующих университетах и открытие в ряде стран, прежде всего во Франции и в Германии, специализированных научно-технических учреждений. В программы профессиональных исследований тоже включили укрепненные научные компоненты. Внедрение всего передового ускорилось, так как польза науки для социально-экономической жизни народов становилась все более очевидной. Суммарный эффект состоял в том, чтобы развивать уже укоренившуюся тенденцию. Приблизительно с 1700 года наблюдается постоянное и показательное увеличение числа ученых во всем мире, которое удваивалось приблизительно каждые 15 лет, чем объясняется поразительный факт того, что с тех самых пор живых ученых на планете всегда насчитывалось больше, чем почивших в Бозе. Для 19 века можно подобрать альтернативные показатели развития науки. Например, учреждение астрономических обсерваторий, причем рост их числа шел по так называемым экспоненциальным кривым. Это общественное явление лежало в основе укреплявшегося контроля над средой обитания человека и совершенствовании условий его жизни, что не ускользало из поля зрения обывателя. Оно-то в 19 веке впервые вывело науку на уровень объекта религиозного поклонения, возможно, обожание. К 1914 году образованные европейцы и американцы не видели ничего особенного в обезболивающих средствах, легковых автомобилях, паровой турбине, сверхпрочных и специализированных сталях, самолете, телефоне, беспроводной связи и прочих многочисленных чудесах, не существовавших столетием раньше. Они уже коридным образом изменили жизнь человека. Возможно, наиболее распространенными чудесами следует назвать те, что приводились в действие силы дешевой электроэнергии. Она уже определяла вид городов, когда электрические трамваи и поезда пришли на службу жителям пригородов, фабрики оборудовались многочисленными электрическими моторами, а в домах зажглось электрическое освещение. Даже численность домашних животных изменилась. Из 36 тысяч лошадей, использовавшихся в качестве трамвайной тяги в Великобритании в 1900 году, в 1914 осталось всего лишь 900 голов. Конечно же, практическое применение науки оставалось прежним. Постоянно с 17 века научная деятельность приносила то или иное наглядное техническое изобретение. Взять для примера хотя бы такие узкие сферы, как баллистика, навигация и картография, а потом перейти к общим сферам сельского хозяйства и нескольким элементарным промышленным производственным процессам. Но только в 19 веке наука начинает играть действительно важную роль в предохранении и изменении общества не только посредством редких поразительных и зрелищных достижений. Химическая отрасль красителей, например, служила обширным полем исследований и в 19 веке она принесла поразительные новации, которые нашли применение в изготовлении самых разных препаратов, взрывчатых веществ, антисептиков и это только некоторое из множества изобретений. Все они имели последствия для людей, общества, а также экономики. Новое так называемое быстрые красители сказались на судьбе миллионов человек. Несчастный индийский производитель Индиго увидел, что его родной рынок закрылся, а в это время представители промышленного рабочего класса Запада обнаружили, что могут покупать не только однообразную серую одежду, и тем самым начали движение вперед по пути, ведущему к разработке методов массового производства искусственных волокон, позволивших практически стереть видимую разницу между одеждой различных категорий. Здесь мы переходим границу между поддержанием жизни в теле и ее изменением. Фундаментальная наука должна была служить дальнейшему изменению общества, хотя кое-что из сотворенного до 1914 года, физики, например, лучше оставить для обсуждения в более поздний момент. Одной из областей, в которой изменения проще всего поддаются оценке, можно назвать медицину. К 1914 году медики совершили гигантские прорывы. За одно столетие их ремесло превратилось в науку. Мощные позиции удалось занять в теории и практике контроля инфекционных заболеваний. Антисептики, внедренные Листером только в 1860-х годах, пару десятилетий спустя, считались делом само собой разумеющимся, а он со своим другом Луи Пастером, известнейшим и величайшим из французских химиков, положили начало бактериологии, Сама королева Виктория выступила в качестве первооткрывателя в деле пропаганды новых медицинских методов. Использование в 1840-х годах обезболивающих средств во время рождения принца или принцессы сыграло свою роль. Меньше народу могло знать о важности такого достижения, как открытие в 1909-м сальварсана, средства от сифириса, послужившего вехой на пути разработки средств селективного лечения инфекции, выявление носителя малярии или открытие рентгеновского излучения, как бы то ни было, но все эти достижения при всей их огромной важности в ближайшие 50 лет останутся далеко позади, причем стоимость медицинских услуг подорожает неимоверно, неясно почему. Даже до 1914 года наука произвела достаточное воздействие, чтобы оправдать вывод о том, что от нее самой пошла собственная мифология. В текущем контексте слово мифология подразумевает отнюдь не фантазии или вымысел, она просто представляется удобным способом привлечения внимания к тому факту, что наука, обширная часть ее умозаключений, несомненно подтвержденных экспериментом и потому верных, к тому же начинает выступать в качестве силы, формирующей мировоззрение человека точно так же, как великие религии формировали человеческое мировоззрение в прошлом. Мифология, можно сказать, приобрела важность большую, чем метод для исследования природы. К тому же считалось, что она должна показать путь к ответу на метафизические вопросы, к целям, к которым должны стремиться люди, к стандартам, по которым им следует определять свое поведение. Прежде всего, она представляла собой всепроникающее влияние на формирование общественных отношений. Все это, конечно же, не имело никакой внутренней или необходимой связи с наукой, как объектом овладения учеными, но развязка по большому счету заключалась в появлении цивилизации, верхушка которой, кроме рудиментарной ее части, не располагала никакой доминантной религиозной верой или так называемыми трансцендентными запредельными идеалами. Получилась цивилизация, стержень которой лежит в вере, выраженной зачастую в несформулированном виде в то, что можно сделать, обуздав природу. Навязывалась идея, будто неразрешимых проблем не существует. Достаточно наличия ресурсов в виде интеллекта и денег. В данном случае речь можно было вести о чем-то еще непознанном, а не о собственно таинственном в мире. Многие ученые отступили, добравшись до такого умозаключения. Далеко не все его последствия на тот момент были в достаточной мере осознаны, но на данном предположении в настоящее время держится господствующее мировоззрение и сформировалось оно перед 1914 годом. Веру в науку в ее грубейшей форме назвали наукообразием, но очень немного народу могло ясно разбираться в этом в отсутствии квалификации как таковой даже в конце XIX века, когда наукообразие достигло максимального расцвета. В равной степени убедительное свидетельство престижа научного метода, тем не менее предоставлены желанием, проявленным интеллектуалами, применявшими его за пределами естественных наук. Один из самых ранних примеров можно обнаружить в желании основать так называемые общественные науки, которые наблюдаются у прагматичных последователей английского реформатора и интеллектуала Иеремии Бентома, надеявшегося построить управление обществом на использовании принципов того, что люди реагировали на удовольствие и боль, причем удовольствие следовало доводить до максимального предела, а боль до минимального. В девятнадцатом веке имя науки об обществе социологии дал французский философ Огюст Конт, а Маркса на его похоронах назвали своеобразным ее Дарвином. Эти и многие другие попытки подражания естественным наукам продолжались на основе поиска общих якобы механических законов, то, что специалисты в области естественных наук в тот момент отказывались от поиска таких законов, значения не имеет, а престижа научной модели свидетельствовал сам поиск. Как это не парадоксально, наука к 1914 году способствовала появлению неясного ощущения деформации в европейской цивилизации. Это наиболее наглядно проявилось в проблемах, возникших в лоне традиционной религии, но более тонким манером. В предопределенностях, таких как те, что многие мыслители вывели из размышлений о Дарвине, или через релятивизм, предложенный специалистами по антропологии или исследованию человеческого разума, ученые сами убили уверенность в ценности объективности и рациональности, которая была так важна для них, начиная с XVIII века К 1914 году появились признаки того, что либеральная, рациональная, просвещенная Европа подверглась деформации точно такой же, как Европа традиционная, религиозная и консервативная. Не следует чересчур отдаваться сомнениям. В начале XX века не приходилось сомневаться в том, что Европа, при том, что кто-то из европейцев проявлял скепсис или страх по поводу ее будущего, останется центром мировых отношений со средосточением величайшей политической власти на земном шаре и континентом, на котором будут определяться судьбы человечества. С дипломатической и политической точки зрения европейские государственные деятели могли по большому счету игнорировать интересы населения остального мира, кроме западного полушария, где еще одна страна европейского происхождения, Соединенные Штаты Америки, играла главную роль, а в Восточной Азии обращала на себя внимание европейцев Япония, и американцы вынашивали там свои интересы, уважение которых они могли бы потребовать в любой момент от всех остальных игроков на мировой арене. Именно их отношения друг с другом занимали практически всех европейских государственных деятелей в 1900 году. Для большинства из них ничего иного столь же важного не находилось. Глава вторая Эпоха Первой мировой войны Европейским государствам успешно удавалось предотвращать крупные войны с 1870 года, однако можно привести политические свидетельства того, что международная ситуация после 1900 года, тем не менее, все более опасно утрачивала стабильность. Например, в некоторых крупных государствах сохранялись глубокие внутренние проблемы, чреватые внешними проявлениями. При всем огромном различии между ними объединенная Германия и объединенная Италия представляли собой новое государство. Сорок лет назад этих государств вообще не существовало, и поэтому их правители особенно ревностно относились к сеющим внутренние распри силам и, соответственно, склонялись к поощрению шовинистических настроений. Кое-кто из предводителей Италии решились на катастрофические колониальные авантюры, чем подпитывали подозрительность и враждебность в отношении Австро-Венгрии, формального союзника Италии, но владельца территорий, все еще считавшихся итальянцами временно, так сказать, оккупированными, и в конечном счете в 1911 году ввергли свою страну в войну с Турцией. Германии принадлежало преимущество в виде громадных промышленных и экономических достижений, но после отправки в отставку осторожного Отто Бисмарка внешняя политика этой страны проводилась с оглядкой на приобретение неосязаемых и скользких наград в виде уважения и престижа, что называется «место под солнцем», как оценил их кое-кто из немцев. Германии к тому же предстояло пережить последствия индустриализации. Новые хозяйственные и общественные силы, порожденные ею, становилось все сложнее применять с консервативным характером Конституции Германии, у которой придавалось столько веса в правительстве полуфеодальной аграрной аристократии. Внутренняя деформация не ограничивалась новыми государствами. Двум великим династическим державам России и Австро-Венгрии тоже угрожали серьезные внутренние проблемы. Точнее всех остальных государств они подходили под предположение эпохи Священного Союза о том, что власти служат естественным оппонентам своих подданных. Однако обе державы пережили великие перемены, шедшие вразрез с видимой преемственностью. Монархия Габсбургов в своей новой форме сама по себе служила творением успешного национализма, национализма Мадьярского. На заре двадцатого века наблюдались признаки того, что в будущем держать две половинки этой монархии вместе станет все труднее без доведения остальных проживающих внутри ее наций до предела терпения. Более того, индустриализация здесь, в Вогемии и Австрии, тоже начинала добавлять новые деформации к уже имевшимся. Россию, как уже указывалось, буквально взорвало политической революцией 1905 года, и эта держава переживала глубокие изменения. Самодержавие и террор разрушили либеральные посулы реформ императора Александра Второго, но они не предотвратили начало ускоренного индустриального роста к концу 1800-х годов. Так начиналась экономическая революция, важной предпосылкой которой послужило великое раскрепощение народа. В ход пошли политические меры, предназначенные для отъема зерна у крестьян в качестве товара на вывоз за рубеж ради обслуживания зарубежных займов. С приходом XX века в России наконец-то начинается демонстрация устойчивых темпов экономического прогресса. Количественные показатели пока восхищения не вызывали. В 1910 году в России выпускалось меньше трети чугуна по сравнению с Великобританией и всего лишь четверть объема стали от производимой Германии. Зато эти объемы удалось получить за счет очень высоких темпов роста. Быть может более важным представлялось то, что к 1914 году появилась надежда на то, что сельское хозяйство в этой стране наконец-то преодолеет рубеж и начнет давать урожаи зерна, которые будут увеличиваться быстрее народа населения. Настойчивое усилие предпринял один из министров, решивший создать в России сословие зажиточных единоличников хуторян, свои корысти которых связывалось с подъемом отдачи от своих наделов через устранение последних пут, связывавших личную инициативу условиями отмены крепостного права. При этом приходилось преодолевать огромную отсталость. Даже в 1914 году меньше 10% русских людей жило в городах и всего лишь 3 миллиона из общего населения, превышавшего 150 миллионов человек, работало на индустриальных предприятиях. Угрожающие размеры для прогресса России принимала расходная его часть. Россия могла выглядеть потенциальным гигантом, но путь ее к прогрессу все еще осложняли врожденные увечья. Ее система самодержавия была не приспособлена к толковому управлению подданными, реформированию не поддавалась и становилась непреодолимой преградой для всех без исключения перемен, хотя монарху в 1905 году пришлось пойти на конституционные уступки. Общий уровень культуры населения России в Европе считали низким и бесперспективным. Индустриализация требует повышенной грамоты народа и в этой связи возникали новые деформации. Либералы авторитетом не пользовались, традиции террора и абсолютизма признавались всеми. Россия к тому же все еще зависела от иноземных поставщиков капитала, в которых очень нуждалось. Основная масса заемного капитала поступала в Россию от ее союзника в лице Франции. Вместе с Соединенным Королевством и Италией эта третья республика демонстрировала среди великих держав Европы либеральные и конституционные принципы. Консервативная в социальном плане Франция в разрез с интеллектуальной живостью ее граждан не могла избавиться от слабости, которую сознавал ее народ и чувствовал себя от этого неуютно. В известной степени искусственно поддерживавшаяся нестабильность считалась делом непримиримых политиков. Вместе с тем свою лепту вносили и те, кто пытался напоминать о революционной традиции с краснобайством ее активистов. При этом движение трудящихся оставалось в зачаточном состоянии. Франция двигалась к индустриализации очень медленно и, надо сказать, режим в этой республике выглядел таким же устойчивым, как в остальных странах Европы, только замедленное индустриальное развитие указывало на очередной изъян, о котором сами французы прекрасно знали, на их военную немощь. События 1870 года показали, что французы не в силах самостоятельно разгромить немецкую армию. С тех пор неравенство в положении двух этих стран только увеличилось в пользу Германии. Франция еще больше отстала от Германии по численности вооруженных сил и по степени экономического развития тоже уступала своему соседу. Перед самым 1914 годом во Франции поднимали на гора в шесть раз меньше угля, чем в Германии, выплавляли в три раза меньше чугуна и варили в четыре раза меньше стали. Если гипотетически вернуться в 1870 год, французы знали, что им требуются союзники. В 1900 году по ту сторону пролива Ла-Манш смотреть было не на кого. Причина тут колониальная. Франция, по примеру России, вступила в болезненный конфликт с Соединенным Королевством и огромном количестве мест на планете, где просматривались британские интересы. На протяжении длительного времени власти Соединенного Королевства изыскивали возможности для того, чтобы не связываться с остальными европейцами. В этом состояла их сильная сторона. Но головную боль доставляли внутренние беды. Эту первую индустриальную страну, к тому же больше остальных европейских держав, тревожили волнение трудящихся и к тому же нарастающая неясность в связи с относительной силой тех же трудящихся. К 1900 году кое-кто из британских предпринимателей увидел в немцах своих главных соперников. Существовала масса признаков того, что в области техники и производственных приемов немецкая промышленность намного превосходила британскую индустрию. Прежние истины начали сдавать свои позиции. Сомнению подверглась законность свободной торговли как таковой. Речь зашла даже о признаках, проявлявшихся в ярости жителей Ольстера и суфражисток, возлобленной борьбе вокруг социального законодательства, когда представители Палаты Лордов всеми силами отстаивали интересы богатых, того, что угроза могла нависнуть над самим парламентаризмом. Давно пропало ощущение устойчивого всеобщего согласия вокруг политики середины викторианской эпохи. Тем не менее сохранялась обнадеживающая прочность британских государственных атрибутов и политических привычек. Парламентская монархия смогла пережить масштабные изменения, произошедшие с 1832 года, и сомневаться в ее потенциале причин не было. Только судя по перспективе, которую англичане того времени нашли трудной для признания, можно судить о коренном изменении, произошедшем в положении Соединенного Королевства на международной арене за предыдущие 50 лет. Все произошло в результате укрепления положения Японии и США, хотя эти две державы находятся далеко от европейского континента. Японское чудо разглядеть было легче, быть может, из-за военной победы над Россией. Тем не менее, кое-кто видел признаки, которые вполне можно было толковать, как знаменье превращения США в державу, превосходящую по мощи все державы Европы, самую могущественную нацию мира. Экспансия США в девятнадцатом веке закончилась на том, что в западном полушарии состоялось учреждение их превосходства на фундаменте неоспоримого военного могущества. Процесс завершился после войны с Испанией и сооружения Панамского канала. Американские внутренние и общественно-экономические обстоятельства складывались таким образом, что политическая система США обеспечивала решение всех возникающих проблем, к тому же великий кризис середина столетия миновал. Наибольший результат дала индустриализация американского хозяйства. Вера в то, что все пойдет как надо, если тем нациям, у кого хозяйство покрепче, разрешить поприжать к стенке все остальные народы, начала подвергаться сомнению ближе к концу девятнадцатого века. Но это случилось уже после того, как появилась промышленная машина огромного масштаба. Ей предстоит послужить краеугольным камнем будущей американской мощи. К 1914 году американское производство чугуна в чушках и стали в два раза превышало их выпуск в Великобритании и Германии вместе взятых. В США добыли практически больше, чем в двух этих странах угля, а также собрали больше автомобилей, чем в совокупности в остальных странах мира. Одновременно соблазном для переселенцев по-прежнему служил высокий уровень жизни американских граждан. Два источника экономической мощи Америки заключались в ее природных ресурсах и притоке дешевой целеустремленной рабочей силы. Еще одним источником считался иностранный капитал. США были одной из самых крупных стран дебиторов, при том, что их политическая конструкция в 1914 году считалась старше, чем у любого другого крупнейшего европейского государства, кроме Великобритании или России, прибытие новых американцев помогало придать Соединенным Штатам особенности и психологию молодой нации. Потребность во внедрении в сложившееся общество новых американских граждан часто приводила к прорывам мощного националистического чувства. Но из-за большой географической отдаленности, традиционного отвержения Европы и продолжающегося доминирования в американском правительстве и деловых кругах правящей верхушки, сформировавшейся в англосаксонской традиции, насильственных форм за пределами западного полушария они не приняли. Соединенные Штаты Америки в 1914 году представляли собой все еще молодого гиганта, ждущего своей очереди в истории человечества, исчерпывающая роль которого прояснится, когда народам Европы потребуется привлечь Америку для разрешения своих споров. В результате тех ссор в 1914 году началась мировая война. Самой кровопролитной назвать ее нельзя, да и длилась она не намного дольше других, то есть, строго говоря, на название в историческом контексте первая, мировая война она явно не тянула, отличали ее высокая интенсивность боевых действий и их величайший на тот момент географический охват. Участие в ней приняли страны со всех континентов, к тому же она обошлась ее участникам дороже любой предыдущей войны и потребовала невиданных доселе ресурсов. Для ведения Первой мировой войны требовалась мобилизация всего общества целиком. Одна из причин заключалась в том, что впервые машины играли в войне решающую роль, также впервые преобразующая роль в войне принадлежала науке. Достойнейшее имя для нее придумали те, кто принимал в ней участие. Первая мировая война. Его вполне можно оправдать одним только невиданным психологическим эффектом. К тому же то была первая из двух войн, главной задачей участников которой было обуздание немецкой державы. В результате понесенного ими ущерба было покончено с политическим, экономическим и военным превосходством Европы. Обе войны начинались с чисто европейского конфликта, провокации, послужившей предлогом, следующая Великая война, разожженная Германией, тем не менее, охватила все остальные назревшие конфликты и привел к ней целый комплекс проблем. Но ущерб, нанесенный европейцами самим себе, в конечном счете привел к тому, что время их мировой гегемонии закончилось. Случилась такая беда не к 1918 году, когда закончилась Первая мировая война, хотя непоправимый ущерб уже удалось нанести как раз к тому моменту, зато стало очевидной к завершению Второй мировой войны в 1945 году. Но к 1914 году европейский континент лишился структуры, существовавшей там до войны. В этой связи кое-кто из историков стал называть всю эпоху с 1914 по 1945 год европейской гражданской войной. Подходящая метафора, при условии, что под этим понятием подразумевалась именно метафора. На территории Европы практически непрерывно шли войны и поддержание внутреннего порядка считалось фундаментальным предназначением государства. Европа никогда не представляла собой единое целое, поэтому настоящей гражданской войны в ее пределах вести не представлялось возможным. Но напомним, что здесь находился источник и место обитания цивилизации, представляющий европейское единство. Европейцы видели больше общего с остальными европейцами, чем с темнокожими, смуглыми или желтолицами людьми. Кроме того, здесь сложилась система власти, в 1914 году составлявшая экономическое единство и к тому времени переживавшая самый длительный период внутреннего мира. Эти факты, которым было суждено полностью исчезнуть к 1945 году, придают метафоре о гражданской войне живость и уместность. Они-то и стали предвестниками самоубийственного безумия любой цивилизации. Европейское равновесие послужило сохранению мира между крупными государствами на протяжении больше сорока лет, но к 1914 году оно подверглось опасному нарушению. Слишком много народу пришло к ощущению того, что в случае удачного для них исхода войны они могли бы получить больше, чем дает им затянувшийся мир. Подобное настроение владели правящими кругами Германии, Австро-Венгрии и, как считают европейские историки, России. К тому времени, когда появились такие настроения, между государствами уже существовал сложный комплекс связей, обязательств и интересов, которые до такой степени включали государства в орбиту друг друга, что трудно было себе представить, как тот или иной конфликт можно будет сохранить в рамках двух или немногих из них без участия многочисленных стран. Еще одну силу, нарушающую стабильность, представляли мелкие страны, пользовавшиеся особыми отношениями с крупными государствами, правители некоторых из них решили воспользоваться возможностью позаимствовать настоящую власть для принятия решений из рук тех, кому предстояло вести всеобщую войну. Такое щекотливое положение становилось тем более опасным из-за психологической атмосферы, в которой к 1914 году приходилось работать государственным деятелем. Та эпоха отличалась высокой эмоциональной возбудимостью масс, особенно при стимулировании их националистическими или патриотическими лозунгами. Обратите внимание на широчайшую неосведомленность об опасностях войны, потому что никому, разве что крошечному меньшинству, не дано было предвидеть войну, радикально отличавшуюся от войны 1870 года. Они помнили Францию того года и забыли, как в Виргинии и Теннесси всего лишь несколькими годами раньше впервые во всей полноте проявилось жестокое лицо современной войны, вылившейся в затянувшееся кровопролитие и громадные издержки, за время гражданской войны американцев умерло больше, чем погибло за все остальные войны, в которых США приняли участие вплоть до нынешнего дня. Всем, разумеется, казалось, что войны должны вызывать огромное разрушение и заключать в себе большое насилие, но при этом лелеялась иллюзия о том, что в XX веке они будут весьма скоротечными. Сама стоимость вооружений сделала немыслимой способность цивилизованных государств вынести тяготы затяжной военной кампании, сопоставимой по продолжительности с войной против наполеоновской Франции. Считалось так, что сложившейся мировой экономике и налогоплательщику она будет не по силам. В таких условиях европейцы во многом утратили бдительность и перестали серьезно относиться к опасностям войны. Можно разглядеть здесь даже признаки того, что многим вменяемым европейцам в 1914 году собственная жизнь стала в тягость и в войне они увидели эмоциональную разрядку, уносящую прочь ощущение всеобщего упадка и творческого бесплодия. Революционеров, понятное дело, обрадовал международный конфликт из-за открывавшихся перед ними, о чем они мечтали, профессиональных возможностей. Наконец, стоит напомнить о том, что затянувшийся успех дипломатов на поприще согласования серьезных внешнеполитических потрясений без применения вооруженных сил сам по себе представлял большую опасность. Набор дипломатических инструментов оправдывал себя так много раз, что когда в июле 1914 года им пришлось столкнуться с более упорными, чем обычно фактами, их значимость для того времени по достоинству оценили лишь немногие государственные мужи, кого они непосредственно касались. Самый канун конфликта государственные деятели все еще не преодолели затруднений в том, чтобы осознать, почему на очередном совещании послов или даже европейском съезде у них не получается избавиться от досадных проблем. Корни одного из конфликтов, достигших кульминации в 1914 году, уходили в далекое прошлое. Речь идет о старинном соперничестве Австро-Венгрии и России за влияние в Юго-Восточной Европе. Началось оно в начале XVIII века, но его последняя фаза проходила на фоне форсированного краха Османской империи в Европе, начавшегося с Крымской войны. По этой причине Первую мировую войну можно рассматривать с точки зрения еще одной схватки за османское наследие. После того, как в ходе Берлинского Конгресса дипломатам Европы в 1878 году удалось миновать один опасный момент, политика Габсбургов и Романовых к 1890 годам наладилась на основах некоторого взаимного понимания. Такой порядок сохранялся до возрождения русского интереса к долине Дуная, случившегося после провала их имперской политики в Восточной Азии по вине японцев. В тот момент события за пределами империи Габсбургов и турок служили свидетельством возобновившейся агрессивности австро-венгерской политики. В основе всех тогдашних событий лежал революционный национализм. Движение реформы некоторое время выглядело так, будто оно могло послужить объединению Османской империи заново и побудило народы балканских стран на попытку отмены положения, навязанного им великими державами, а австрийцы решили поискать свой собственный интерес в обострившейся ситуации. Габсбурги обидели и оскорбили русских, аукнувшейся им самим трагедией аннексии в 1909 году двуединой монархии Боснии и Герцеговины, русским не предоставили достойной и равноценной компенсации. Еще одно важное последствие аннексии Боснии и Герцеговины заключалось в приобретении данным государством новых подданных славянского происхождения. К тому времени уже существовало недовольство среди подданных народов двуединой монархии, в частности славян, вынужденных мириться с мадьярским игом. В Вене все больше приходилось учитывать венгерские интересы, и австрийское правительство проявило свою враждебность к Сербии как к стране, у властей которой эти славянские подданные могли бы искать покровительство. Кое-кто из них видел в Сербии стержень будущего государства, объединяющего всех южных славян, и ее правители казались неспособными и, возможно, негорящими большим желанием обуздать югославских революционеров, которые использовали Белград в качестве базы для запугивания населения и подрывной деятельности в Боснии. Уроки истории часто не идут людям впрок. Венское правительство слишком поторопилось с выводом о том, что Сербия может сыграть в долине Дуная роль, которую Сардиния играла в объединении Италии. Если, образно говоря, змею не задушить в яйце, считали многие слуги империи, Габсбургам могут угрожать новые территориальные потери. После того, как Австро-Венгрия вышла из Германской конфедерации и начался процесс объединения Германии под эгидой Пруссии, а Италия объединилась под главенством Сардинского королевства, советники Габсбургов увидели опасность образования нового государства южных славян, увеличенной Сербии или чего-то иного, с выходом из состава империи областей Низовья-Дуная. Это означало бы конец Австро-Венгрии как великой державы и к тому же окончание Мадьярского господства в Венгрии, поскольку южные славяне потребовали бы более справедливого обращения со своими соплеменниками, остающимися на венгерской территории, продолжающийся закат Османской империи, тогда мог идти на пользу России, то есть державе, стоявшей на стороне Сербии, правители которой собирались сделать все, чтобы не повторился позор 1909 года. Такую сложную ситуацию усугубляли остальные державы, преследовавшие собственные интересы, ими двигали выбор эмоции и формальные союзы. Из всего перечисленного союзы, возможно, играли меньшую роль, чем им предписывали, усилиями Отто Бисмарка по изоляции Франции и обеспечению превосходства Германии в 1870-х и 1880-х годах, была создана система союзов, уникальная для мирного времени. Их общая особенность заключалась в том, что ими определялись условия, на которых одни страны вступят в войну ради поддержки других. И на этом вся европейская дипломатия заканчивалась. Но в конечном счете эти союзы себя не оправдали. Причем они внесли свою лепту в приближение войны, хотя формальное приготовление могли принести какой-то вред только исключительно если народ его хочет. Но судьбу 1914-го года решили совсем иные факторы. В основе этих союзов лежал захват немцами в 1871-м году Эльзаса и Лотарингии, принадлежавших Франции, и последовавшая за ним подготовка французами реванша. Бисмарк сначала отгораживался от них объединением Германии, России и Австро-Венгрии на общих интересах предотвращения угрозы их династиям со стороны революционеров и других подрывных элементов, деятельность которых, как все еще предполагалось, поощряли власти Франции как единственной республики среди остальных основных государств Европы. Там в конце-то концов, в 1871 году, все еще жили люди, родившиеся до 1789 года, а также многие другие граждане Франции, которые могли помнить рассказы тех, кто пережил годы Великой революции, при том, что бунтарские события Парижской коммуны оживляли в памяти все подрывной деятельностью иноземцев. Как бы то ни было, тот консервативный союз распался в 1880-х годах по вине Бисмарка, решившего, что в крайнем случае, если не удастся избежать конфликта между Австро-Венгрией и Россией, ему придется принять сторону Вены. Германии и двуединой монархии позже добавилась Италия, тем самым в 1882 году сам собой сформировался Тройственный Союз. Но Бисмарк на всякий случай перестраховался и заключил сепаратный договор с Россией, хотя ему явно не нравились перспективы сохранения таким образом мира между Россией и Австро-Венгрией. Однако вероятность конфликта между ними раньше 1909 года выглядела ничтожной. К тому времени преемники Бисмарка довели дело до расторжения его перестраховочного так сказать договора и в 1892 году Россия становится союзником Франции. С того дня Европа Бисмарка, где все остальные страны находились в равновесии за счет гасящей колебания роли Германии, стала Европой разделенной на два лагеря. Ситуация усугублялась политикой немецкой верхушки. Опыт прохождения серии переломных моментов показал, что немцы старались запугать власти остальных стран демонстрацией своего недовольства и заставляли уважать свою силу. В частности, в 1905 и 1911 годах их раздражение направлялось на власти Франции, а коммерческие и колониальные вопросы использовались в качестве оправдания демонстрации силы по поводу того, что власти Франции не заслужили права на пренебрежение пожеланиями немцев, когда призывали к себе в союзники Россию. Немецкие специалисты в области военного планирования уже к 1900 году согласились с необходимостью ведения войны на два фронта и готовились к такому варианту, предусмотрев стремительный разгром Франции с учетом того, что мобилизация ресурсов для войны в России пойдет медленно. Как только наступил XX век, появилась большая вероятность того, что в случае возникновения войны между Австрией и Россией к ней присоединятся Германия и Франция. Более того, немцы приблизили такую вероятность тем, что на протяжении нескольких лет оказывали покровительство туркам. Такое поведение немцев гораздо больше тревожило русских, чем раньше, потому что растущая внешняя торговля зерном из черноморских портов России должна была идти через проливы Босфор и Дарданеллы. Русские занялись укреплением своей военной мощи. Важный шаг на этом пути состоял в завершении сооружения железнодорожной сети, позволявшей проведение мобилизации и поставку на театр военных действий Восточной Европы мощных армий России. Складывавшиеся обстановки у властей Великобритании причин для беспокойства вроде бы не находилось, разве что немецкие политики злонамеренно возбуждали у них враждебность. В конце девятнадцатого века практически все внешнеполитические противоречия Великобритании ограничивались отношениями с Францией и Россией. Они возникали везде, где сталкивались имперские интересы. В Африке, а также Центральной и Юго-Восточной Азии отношения между англичанами и немцами, обострявшиеся разве что от случая к случаю, наладить казалось гораздо проще. С вступлением Великобритании в новое столетие ее власти все еще занимались своей империей, а не делами в Европе. Первый союз мирного времени, заключенный британцами с XVIII века, пришелся на Японию. Цель его заключалась в предохранении британских интересов в Восточной Азии. Затем в 1904 году настало время урегулирования затянувшихся споров с Францией. Речь в сущности шла о договоре по поводу Африки, где Франция следовала предоставить свободу рук в Марокко в обмен на свободу действий Великобритании в Египте. Дело касалось присвоения османского наследия, причем удалось одновременно погасить остальные колониальные споры во всем мире, в частности те, которые портили европейцам жизнь со времен Утрехтского мира 1713 года. Несколькими годами позже британцы заключили сходное соглашение, не такие выгодные для себя, с правителем России о сферах интересов в Персии. Но англо-французское урегулирование отношений переросло в нечто большее, чем устранение всех поводов для споров. Такие отношения стали называть сердечным согласием или антантой. Все это было делом рук немцев. Разгневанное заключением англо-французского соглашения министры немецкого правительства, решили показать делегации Франции свое отношение к делам вокруг Марокко на международной конференции. У них все прекрасно получилось, но принуждение Франции вылилось в укрепление Антанты. Британцы начали осознавать, что впервые за многие десятилетия им придется заняться поддержанием равновесия при неустойчивом состоянии континентальных сил. В противном случае господство на континенте достанется Германии. Но Германия просто отказалась от шанса успокоить британское общественное мнение, занявшись планами построения мощного военного флота. Всем было предельно понятно, что такой шаг направлен исключительно против Великобритании и никакой другой державы. В результате началась гонка в военно-морском строительстве, которую подавляющее большинство британцев собиралось выиграть любой ценой, если, конечно, не удастся положить ей конец. Соответственно, в обществе все больше разгорались враждебные немцам настроения. В 1911 году, когда разрыв мощи между флотами этих двух стран оставался минимальным, но больше всего по его поводу переживали в Великобритании, вершители немецкой дипломатии в очередной раз обострили ситуацию вокруг Марокко. На этот раз один британский министр сделал публичное заявление, напоминавшее обещание Великобритании вступить в войну на стороне защитников Франции. Однако война все-таки пришла на земли южных славян. Сербии несказанно повезло в Валканских войнах 1912-1913 годов. Именно в эти годы молодые балканские государства впервые отобрали у Османской империи практически все, что оставалось от нее на европейской территории и затем распалось на кусочки. Сербии могло достаться больше, если бы не помешали те же австрийцы. За Сербию вступилась Россия, власти которой занялись восстановлением и наращиванием мощи своей империи, но для этого им требовалось еще три или четыре года. Судя по расчетам австрийцев, если южным славянам следует показать, что двуединая монархия способна унизить Серпию до такой степени, что сербы не могли бы надеяться на ее поддержку, то делать это нужно чем скорее, тем лучше. Притом, в свою очередь, что Германия числилась союзницей двуединой монархии, вряд ли следовало стремиться к уклонению от войны с Россией, так как ситуация обещала уверенную над ней победу. Переломный момент наступил, когда в июне 1914 года боснийский террорист в Сараеве застрелил австрийского эрцгерцога. Австрийцы считали, что рукой убийцы водили сербы. Они решили, что пора преподать Сербии необходимый урок и навсегда покончить с панславянским брожением, а немцы их поддержали. Австрийцы объявили войну Сербии 28 июля 1914 года. Неделю спустя все великие державы вступили в эту войну, хотя, по иронии судьбы, австрийцы с венграми и русские все еще в тот момент оставались в состоянии мира друг с другом. Только 6 августа правительства двуединой монархии наконец-то объявило войну своему старому противнику. Ход событий диктовали немецкие специалисты в области военного планирования. Ключевое решение по выводу из войны Франции перед нападением на Россию уже было принято несколько лет назад, и немецкому командованию предстояло нападение на Францию через территорию Бельгии, нейтралитет которой, наряду с другими союзниками, гарантировали британцы. Поэтому последовательность событий устанавливалась практически произвольно. Когда в России завершилась мобилизация и появилась возможность предъявить требования к Австро-Венгрии ради защиты Сербии, войну России объявили немцы. Сделав такой шаг, они должны были напасть на французов и, найдя формальный предлог, объявили им войну. Таким образом, русско-французскому союзу не суждено было воплотиться в жизнь. Своим нарушением бельгийского нейтралитета немцы поставили перед британским правительством, недовольным немецким нападением на Францию, но не видящим оснований оправдывать свое вмешательство, задачу по объединению своей страны и вступлению 4 августа в войну против Германии. Точно так же, как продолжительность и накал войны обещали превзойти все ожидания, ее географическую протяженность тоже никто предвидеть не сумел. В скором времени после того, как полыхнула эта война, к ней присоединились Япония и Османская империя. Первая выступила на стороне союзников, как называли тогда Францию, Великобританию и Россию, а Турция на стороне центральных держав, Германии и Австро-Венгрии. Италия присоединилась к союзникам в 1915 году в ответ на посулы в виде австрийской территории. Прилагались всевозможные усилия по привлечению новых сторонников через предложение банковских чеков с обещанием оплатить их после достижения победного мира. Болгария присоединилась к центральным державам в сентябре 1915 года, а Румыния к союзникам в следующем году. Греция напросилась к союзникам в 1917 году. Правительство Португалии попыталось вступить в войну в 1914 но при всей его неспособности к такому мероприятию в силу внутренних проблем португальцам пришлось довольствоваться объявлением немцами войны в 1916 году. Таким образом к концу того года изначальные причины французско-немецкого и австрийско-русского соперничества совершенно перепутались в клубке сражений остальных стран. Балканские страны затеяли Третью Балканскую войну за Османское наследие на Европейском театре военных действий британцы вели войну против немецкой морской и торговой мощи итальянцы поднялись на последнюю войну за Рисорджименто эпоха воссоединения Италии а в это время за пределами Европы британцы русские и арабы начали войну за раздел Османской водчины в Азии японцы же приступили к воплощению в жизнь очередного малозатратного и высокорентабельного эпизода в утверждении своего господства над Восточной Азией Одной из причин того почему в 1915 и 1916 годах велся поиск союзников можно назвать особенность той войны состоящую во втягивании в нее без разбора всех государств проявившаяся в то время природа вооруженной борьбы удивила практически всех ее участников и сторонних наблюдателей она началась с вторжения немцев в Северную Францию им не удалось достичь молниеносной победы зато они овладели всего лишь крошечной областью Бельгии и практически всей французской территорией на востоке все наступления противника немцы и австрийцы успешно остановили впоследствии причем более наглядно на западе чем на востоке участники боевых действий перешли к позиционной войне в невиданном до тех пор масштабе причин называют две одна из них заключалась в огромной поражающей способности современного оружия с помощью магазинных винтовок пулеметов и колючей проволоки можно было остановить любое наступление пехоты если только перед атакой не проводилось мощное огневое подавление позиций обороняющихся подтверждение в справедливости такого вывода служат многостраничные списки погибших и раненых солдат к концу 1915 года одна только французская армия потеряла 300 тысяч человек убитыми такие потери уже можно считать достаточно тяжелыми но в 1916 году задлившееся 7 месяцев сражение под верденом к этому количеству добавилось еще 315 тысяч погибших в боях французов в том же самом сражении немцы потеряли 280 тысяч своих соратников пока шло это сражение еще одна битва на реке сомми стоила британцам 420 тысяч человек потерь в живой силе и немцам практически столько же первый день того сражения начавшегося 1 июля остается самым трагическим в истории британской армии когда она лишилась 60 тысяч человек больше трети которых погибли такие потери свели на нет все однозначные предсказания по поводу того что современная война в силу больших ее издержек сведется к мероприятию весьма скоротечному тут на ум приходит второй сюрприз в виде определения громадной войны как функции мощи индустриальных обществ к концу 1916 года множество народу присытилось войной но к тому времени враждующие государства уже в достаточной степени продемонстрировали свою способность причем в степени большей чем предполагалось в деле организации своих народов как никогда прежде в истории на производство беспрецедентного количества предметов материально-технического снабжения и обеспечения новобранцев для новых армий целое общество удалось натравить друг на друга ни о какой международной солидарности рабочего класса говорить просто не приходилось даже при всем оказанном им сопротивлении войне не проявлялись и международные интересы правящих классов опасавшихся подрывной деятельности своих противников неспособность врагов принудить друг друга к сдаче на полях битвы заставляло их ускоренными темпами расширять стратегический и технический размах противоборства в силу таких тенденций дипломаты искали новых союзников а генералы открывали новые фронты союзники по Антанзе в 1915 году предприняли нападение на Турцию при Дарданеллах надежде не оправдавшейся на вывод ее из войны и открытие пути в Россию через Черное море такой же поиск пути в обход французского тупика позже привел к открытию нового Балканского фронта при Салониках он пришел на смену фронта рухнувшего после разгрома Сербии колониальное владение тоже с самого начала обещали схватки по всей планете пусть даже весьма скромной интенсивности немецкие колонии можно было отобрать без особого труда благодаря британскому господству на море хотя африканские колонии потребовали проведения более продолжительных военных кампаний самое важное и значительное военное действие за пределами Европы тем не менее развертывались в восточной и южной части Турецкой империи армия британцев и индийцев вторглась в Месопотамию еще одна группировка двинулась с Суэцкого канала в сторону Палестины в Аравийской пустыне участники арабского восстания против турок создали несколько романтических эпизодов скрасивших жестокое убожество индустриальной войны техническая экспансия той войны нагляднее всего замечалась в ее промышленных проявлениях и вырождении критериев поведения очертания первой особенности просматриваются уже в гражданской войне США случившейся полвека назад когда раскрылись экономические потребности массовой войны в эпоху демократии мельницы фабрики шахты и печи европы теперь эксплуатировались интенсивно как никогда прежде точно так же как США и Японии имеющих сообщения со странами союзников но не с центральными державами из-за британского господства на море содержание миллионов в человек личного состава на поле боя требовало не только оружие с боеприпасами но к тому же еще провианта обмундирование медицинского оборудования и машин в огромных количествах на этой войне требовались миллионы голов скота но к тому же впервые на ней применялись двигатели внутреннего сгорания грузовики и тракторы пожирали бензин так же живо как лошади и мулы поглощали предназначенный им фураж новый масштаб войны можно наглядно показать на примере многочисленных статистических данных но мы обойдемся одним примером в 1914 году на всю британскую империю хватало 18 тысяч больничных коек 4 года спустя их количество достигло 630 тысяч последствия такого значительного повышения спроса коснулись всего общества и потребовали во всех странах в разной степени государственного контроля над экономикой трудовой повинностью коренным изменением женской занятости и внедрением новых услуг в сфере здравоохранения и социального обеспечения то же самое происходило за океаном США вышли из положения страны должника союзники ликвидировали там свои инвестиции чтобы расплатиться за то в чем нуждались и в свою очередь превратились в должников индийская индустрия получила толчок в котором давно нуждалась небольшого делового подъема наступили для владельцев ранчо и фермеров Аргентины и британских белых доминионов жителей белых доминионов к тому же разделили военное бремя они посылали солдат в Европу и воевали с немцами в их колониях расширенное внедрение технических новинок в военном деле тоже добавило ужаса этой войне и дело совсем не в том что применение пулеметов и мощных взрывчатых веществ позволило устроить всю эту кровавую бойню и даже не в появлении таких новых средств поражения как боевые отравляющие вещества со средствами их доставки огнеметы или танки только увидев которые на поле боя солдаты разбегались кто куда зато дело в том что в войну вовлекались общества целиком когда народ осознавал простую истину состоящую в том что целями боевых действий могут стать их общества как таковые теперь военные стратеги планировали поражение нравственности здоровья и дееспособности гражданских служащих и избирателей когда началось осуждение подобных ударов противника она переросла в еще один род компании компании воинствующей пропаганды потенциал массовой грамотности и недавно созданной индустрии кинематографа служил дополнением к старинным мобилизующим факторам типа кафедры проповедника и школы а потом стал главным средством такого рода войне на обвинение британцев в том что немцы выполнявшие прямолинейные бомбардировки Лондона на дирижаблях выступали в качестве убийц детей немецкие пропагандисты отвечали тем что британские моряки поступали ненамного гуманнее когда держали в осаде их страну в подтверждение своих контраргументов немцы приводили статистику роста смертности своих детей по причине медленного но совершенно неопровержимого успеха для британцев их блокады а также нежелание подвергать риску свой флот наращивание мощи которого настолько серьезно отравило довоенное отношение между этими двумя странами немецкое верховное командование придумало новое применение оружию эффективность которого не удосужились оценить по достоинству в 1914 году речь идет о подводных лодках или как их тогда называли субмаринах их применили для нарушения судоходства союзников и потопления судов нейтральных стран снабжавших войска союзников материально-техническими средствами торпедные атаки подчас проводились без предварительного предупреждения и против безоружных судов первое применение подводных лодок пришлось на начало 1915 года хотя к тому времени на вооружении стояло совсем немного субмарин и большого ущерба противнику они не нанесли большой шум поднялся когда в 1915 году торпеду в борт получила крупное британское рейсовое судно затонувшее с одной целой двумя десятами тысячи пассажиров многие из которых числились американцами и немцы отказались от безоглядного нападения на гражданские суда к этому занятию они вернулись в начале 1917 года стало ясно если немцы не заморят британцев голодом первыми они сами задохнутся в условиях британской морской блокады зимой того года голод случился в балканских странах его ощутили жители пригородов Вены к тому времени французы потеряли убитыми и ранеными 3,35 миллиона человек британцы больше миллиона немцы потеряли почти 2,5 миллиона человек но все еще продолжали вести войну на два фронта все более частым явлением становились голодные бунты и стачки младенческая смертность поднялась к уровню в полтора раза превышавшему показатель 1915 года никто даже не предполагал что немецкая армия разделенная между востоком и западом способна нанести решающий удар на который не оставалось силу британцев и французов зато немцы вполне уверенно себя чувствовали в обороне сложившихся обстоятельствах руководство немецкого генерального штаба приняло решение возобновить всеобъемлющую подводную войну это решение в 1917 году повлекло за собой первое крупное изменение в ходе той войны вступление в нее Соединенных Штатов Америки немцы предвидели такой поворот событий но они делали ставку на то что успеют поставить Великобританию а с ней и Францию на колени прежде чем американцы скажут свое решающее слово точка зрения американского руководства ни в коей мере не отдававшего какого-либо предпочтения той или иной стороне в 1914 году с тех пор претерпела радикальные изменения свою роль сыграли пропаганда союзников и закупки товаров у США то же самое касается первой немецкой подводной кампании когда министры союзников заговорили о целях войны включавших переустройство Европы на основе предохранения интересов национальностей эти цели нашли живой отклик у дефисников как их уничижительно звали натурализовавшихся американцев иностранного происхождения возобновление ничем не ограниченной подводной войны стало решающим фактором она представляла прямую угрозу американским интересам и жизни граждан США когда американскому правительству к тому же стало известно о намерениях правителей Германии договориться об альянсе с Мексикой и Японией против США его министры сочли подтвержденной враждебность Германии проявленную применением подводных лодок этой страны в скором времени немцы без предупреждения потопили американское судно и затягивать с объявлением войны американцы не стали выхода из европейского тупика иными средствами кроме ведения тотальной войны не было и новый мир оказался втянутым в дрязги старого света практически против его же воли союзники по Антанте радовались победа увиделось им безусловной однако их ждал год великих испытаний для Великобритании и Франции 1917 год оказался куда мрачнее года 1916 дело не только в том что защита от подводных лодок Германии заняла долгие месяцы добавьте сюда череду страшных сражений во Франции обычно объединяемых под одним названием Пашендальское оставивших неизгладимый шрам на британском национальном самосознании и стоивших жизни еще четыремстам тысячам человек полегших ради пяти миль чужой земли измотанная героическими усилиями предпринятыми в 1916 году французская армия пережила серию мятежей самое страшное для союзников заключалось в том что рухнула Российская империя и к концу года Россия прекратила существование как великая держава на все обозримое будущее русское государство разрушили как раз из-за той самой войны тогда же началось революционное преобразование стран центральной и восточной Европы творцами того что кокетливо назвали революцией в России февраля 1917 года следует назвать немецкие армии в конечном счете измотавшие даже неимоверно стойких русских солдат за спиной которых оставались города с голодающим населением из-за расстройства транспортной системы и правительства состоявшего из бестолковых и продажных министров боявшихся конституционной системы управления и либерализма не меньше поражения в войне в начале 1917 года пропала вера даже в надежность самих служб государственной безопасности за голодными бунтами последовали мятежи и русское самодержавие вдруг оказалось совершенно беспомощной институцией из либералов и социалистов сформировали временное правительство а царь отрекся от престола новое правительство тогда само завалило все дело в основном потому что предприняло попытку совершить невозможное продолжить ведение войны как оценивал ситуацию вождь большевиков Владимир Ильич Ленин русские хотели мира и хлеба второй причиной провала робкого временного правительства России следует назвать страстное желание Ленина отобрать у этого правительства власть оказавшаяся во главе распадающейся страны управленческой структуры и вооруженных сил все еще не справившаяся с жизненными решениями в городах временное правительство само оказалось сметенным в ходе переворота названного Великой Октябрьской Социалистической Революцией которую наряду с вступлением в Первую мировую войну Соединенных Штатов Америки европейцы считают рубежом между двумя эпохами европейской истории наступившим в 1917 году до наступления данной эпохи все дела в Европе улаживались собственными силами теперь будущее народов Старого Света будут во многом определять власти Соединенных Штатов Америки и на переломе эпох возникает государство предназначением которого его основатели видят разрушение всего довоенного европейского порядка такое государство на самом деле и преднамеренно превращается в революционный центр мировой политической жизни непосредственным и наглядным последствием провозглашения Союза Советских Социалистических Республик СССР как теперь называли Россию после прихода к власти Советов рабочих и солдатских депутатов положенных в основание политической системы государства после переворота считается возникновение новой стратегической ситуации в мире большевики закрепили успех своего государственного переворота через распуск так как они не смогли установить над ним контроль единственного выборного органа представительной власти созванного на основе всеобщего избирательного права впервые появившегося в России а также попытку заручиться поддержкой крестьянства обещаниями земли и мира эти меры позволили им удержать власть становым хребтом их партии активисты которой теперь стремились утвердить ее власть на всей территории России служил малочисленный промышленный рабочий класс считанных по пальцам городов только миром можно было обеспечить более надежное и широкое основание власти изначальные условия мира выдвинутые немцами показались настолько возмутительными что русские прекратили с ними все переговоры позже им пришлось согласиться на гораздо более унизительные условия в виде договора о мире подписанного в Брест-Литовске в марте 1918 года им предусматривались огромные территориальные уступки немцам зато те кто устанавливал новый порядок получили мирную передышку и время для урегулирования острейших внутренних проблем союзники по Антанте пришли в ярость они увидели в действиях большевиков коварное предательство не смягчилось их отношение к новому режиму даже упорной революционной пропагандой которую большевики обрушили на своих граждан советские вожди ждали революционного подъема рабочего класса во всех передовых капиталистических странах после этого союзники по Антанте позволили себе целую серию масштабных военных вмешательств в дела советского союза с самого начала они преследовали стратегическую цель состоявшую в том чтобы не позволить немцам воспользоваться выгодной ситуацией и закрыть свой восточный фронт но эту цель большинству народу в капиталистических странах и все большевики быстро истолковали как крестовые походы против коммунистических завоеваний худшее заключалось в том что западные интервенты впутались в гражданскую войну грозящую похоронить новый режим в России даже без догматического фильтра марксистской теории через который Ленин и его соратники видели мир все эти эпизоды вполне могли испортить отношения между Россией и капиталистическими странами на долгое время вперед в переложении на марксистские понятия они выглядели подтверждением фактической и неискоренимой враждебности европейцев ко всему русскому память об интервенции западных держав определяла политику советских лидеров на протяжении следующих пятидесяти лет она к тому же служила обоснованием поворота революции в сторону авторитарного правления страх перед западным захватчиком как реставратором прежнего порядка и покровителем помещиков сочетался с русскими традициями самодержавия и полицейского подавления душил зародыши любую либерализацию советского режима убежденность русских коммунистов в приближении революции к центральной и западной Европе в известном смысле оправдалась но в конечном счете оказалась принципиальным заблуждением в последний год войны ее революционный потенциал на самом деле выглядел совершенно наглядным но только в национальном а не классовом виде союзникам по Антанте пришлось в том числе по примеру большевиков перейти к собственной тактике революции военная обстановка в конце 1917 года для них складывалась весьма грустная никто не сомневался в грядущем весной наступлении немцев во Франции так как русская армия больше не могла отвлекать врагов Антанты на себя а массированная переброска американских войск на помощь защитникам Франции заняла бы много времени зато можно было попробовать приспособить уже испытанное оружие революции обратиться к представителям национальностей Австро-Венгерской империи чтобы те больше не выполняли свой договор заключенной Старской России да и в глазах американцев Антанта теперь могла выглядеть идеологически чистой так как больше не была связана с русским царизмом соответственно в 1918 году подрывную пропаганду направили на личный состав Австро-Венгерской армии а поддержку оказали чехам и южным славянам в изгнании еще до капитуляции Германии двуединая монархия распадалась под воздействием пробуждающегося национального чувства и балканской кампании наконец-то начавшей приносить победы тем самым наносился второй мощный удар по Старой Европе политическая структура всей территории ограниченной Уралом Балтикой и Долиной Дуная теперь оказалась под большим вопросом какого не стояло на протяжении многих веков снова появилась даже настоящая польская армия им оказывали покровительство немцы видевшие в них оружие против России а в это время американский президент объявил независимость Польши важным условием установления мира Антантой все несомненные факты прошлого века казались смешанными в одной реторте решающие бои пришлось вести на фоне нарастающей революционной угрозы последнее крупное немецкое наступление союзникам по Антанте удалось остановить только к лету они добились огромных достижений но для полной победы их было недостаточно когда армии союзников в свою очередь начали победоносное продвижение немецкое руководство стало искать пути покончить с войной ему тоже показалось что появились признаки революционного краха на родине когда кайзер отрекся от своей должности пала третья из династических империй Европы габсбурги уже сошли с исторической арены а гогенцоллерны совсем ненадолго пережили своих старых соперников новое немецкое правительство запросило прекращение огня и вооруженному противоборству наступил конец во что обошелся европейцам этот грандиозный конфликт точно оценить ни у кого не получилось по одной весьма приблизительной цифре можно судить о масштабе потерь из непосредственных участников боевых действий погибло около десяти миллионов человек к тому же от эпидемии цепного тифа на одних только балканах могло погибнуть еще с миллион человек но эти ужасные цифры не позволяют даже близко представить физические потери коллег потерявших зрение людей или семей лишившихся сыновей отцов и мужей не стоит забывать и духовного смятения из-за крушения идеалов утраты веры и нравственных ценностей европейцы взирали на свои разросшиеся кладбища и ужасались содеянному ими же самими экономический ущерб тоже выглядел огромным народ практически на всей территории Европы голодал спустя год после завершения войны объем производства обрабатывающей промышленности все еще оставался почти на четверть ниже уровня 1914 года в СССР от былой промышленности осталась всего лишь одна пятая часть в некоторых странах практически невозможно стало пользоваться услугами транспорта более того все сложные деликатные механизмы международного обмена в ходе войны европейцы разрушили причем часть из них они так и не смогли ничем заменить в центре всего рукотворного вселенского развала лежала изможденная Германия служившая когда-то экономической динамомашиной центральной Европы в наших судьбах наступил мертвый сезон написал молодой британский экономист Кейнс во время мирной конференции наша сила чувств или преодоление границ текущих вопросов собственного материального благосостояния подвергается временному помрачению мы ушли за пределы переносимого и нуждаемся в отдыхе никогда на протяжении всей жизни людей живущих наше время универсальный элемент в душе человека не горел так тускло делегаты начали собираться в Париже для участия в мирной конференции в конце 1918 года когда-то считалось модным обращать внимание на ее провалы но с учетом перспективы признания величия поставленных задач вызывает известное уважение к тому что эти делегаты сотворили они добились величайшего с 1815 года урегулирования ситуации в Европе и его творцам пришлось согласовать большие ожидания с упрямыми фактами ради принятия кардинальных решений необходимо было сосредоточить власть в одних руках ведущую роль на тех переговорах взяли на себя британский и французский премьер-министры а также американский президент переговоры проходили между победителями в войне после их завершения побежденным немцам предъявили условия мира центральная проблема европейской безопасности лежала в расхождении интересов Франции правители которой яснее прочих европейцев осознавали ужасную опасность третьего повторения немецкой агрессии и англосаксонских государств власти которых не ощущали существования такой угрозы остальные народы европы поддерживали собственные интересы и запутывали все дело мирное урегулирование в европе должно было достичь мирового масштаба речь шла не только о территориях за пределами европы как это случалось во времена мирных переговоров прошлого в урегулировании учитывались также голоса представителей стран с остальных континентов из 27 государств представители которых подписали текст главного соглашения большинство то есть 17 находилось как раз на этих континентах величайшими из них считались Соединенные Штаты Америки а вместе с Японией Великобританией Францией и Италией они составляли группу названную ведущими державами победителями зловещим предзнаменованием для мирового урегулирования обстановки тем не менее можно назвать то что на переговоры не пригласили представителя СССР единственной великой державы граничившей одновременно с европейскими и азиатскими странами С технической точки зрения тогдашнее мирное урегулирование включало несколько отдельных соглашений заключенных не только с Германией но еще и с Болгарией Турцией и наследными государствами претендовавшими на территории расчлененной двуединой монархии Из них в качестве союзников Антанты на мирной конференции присутствовали делегаты вновь наделенной суверенитетом Польши увеличенной в границах Сербии названной царством сербов хорватов и славянцев а позже Югославии и взявшейся неоткуда Чехословакии тем временем представители радикально обрезанной Венгрии и немецкого центра старинной Австрии воспринимали как побежденных врагов с ними предстояло заключать мир переговоры обещали преодоление трудных проблем но главное беспокойство участникам мирной конференции доставляло урегулирование спорных вопросов с Германией сформулированное в Версальском мирном договоре подписанном в июне 1919 года карательный смысл мирного договора никто не скрывал и в его тексте содержалось прямое указание на вину немцев в развязывании войны но подавляющее большинство жесточайших условий происходило не из нравственной вины за ту войну а из пожелания французов всеми силами навязать Германии немыслимость для нее развязывания третьей немецкой войны как раз этой цели служили возмещение репарации хозяйственного ущерба посвященный которым раздел мирного договора выглядел самым унизительным они вызвали у немцев большое возмущение после которого согласие на поражение в войне далось им еще тяжелее кроме того они выглядели откровенной экономической чушью к тому же наказание Германии не поддерживалось мерами предотвращающими ее руководство от попытки в один прекрасный день опровергнуть все верстальские решения силы оружия и это раздражало французов территориальные утраты Германии что предусматривалось само собой включали Эльзас и Лотарингию но самые крупные области на востоке достались Польша на западе французы получили максимальные гарантии в виде обещаний так сказать демилитаризации немецкого берега Рейна вторая бросающаяся в глаза особенность версальского мира заключалась в попытке по возможности следовать принципам самоопределения и национальной независимости во многом все сводилось к прямому признанию существовавших фактов Польша и Чехословакия признавались в качестве самостоятельных государств уже до созыва мирной конференции а Югославия сложилась вокруг ядра прежней Сербии тем самым к концу 1918 года упомянутые выше принципы уже торжествовали над большой частью владений принадлежавших бывшей двуединой монархии и в скором времени восторжествовали в прежних балтийских губерниях России пережившие даже священную римскую империю Габсбурги наконец-то ушли в историю и на месте их империи появились государства которым пусть даже с перерывами предстояло просуществовать остаток двадцатого столетия субтитры Продолжение следует...